Продолжаем нашу беседу о шести врагах человека, так по-другому называется этот семинар. Первый враг это эгоизм, второй гнев, третий жадность, четвертый иллюзия, пятый зависть и шестой безумие. Следует знать, что нам нечего бояться, если мы знаем, как правильно жить. Однако же следует учитывать тот факт, что существуют в этом мире силы, которые мешают быть счастливыми. Они действуют на нас, независимо от нашей воли, в результате влияния нашей плохой судьбы, влияния из прошлого. Эти силы, они достаточно грозные, и поэтому их следует серьезно разбирать и подробно разбирать. Мы с вами уже поговорили об эгоизме человека. О гневе мы не смогли поговорить, да? Потому что мне пришлось уехать. Но мы эту тему будем обсуждать с вами. Следует просто вам сейчас понять, что один враг, кто с эгоизмом рождает гнев. Вот, а гнев рождает жадность. Это, мы сейчас об этом и сейчас поговорим с вами. Также мы опишем, что такое жадность, вы это поймете получше. Потому что само понятие жадности у нас как бы не совсем глубокое. В русском языке это понятие, оно очень поверхностное. И оно фактически ничего не объясняет. Итак, а что такое гнев? Гнев это сила скопившегося эгоизма, которая поднимается с нижних центров зоны Марса или зоны копчика, психический центр нижний, самая нижняя чакра, зона копчика. Там находится центр эгоизма человека. Но если человек очень эгоистичен, то у него эта энергия начинает подниматься вверх, в верхние центры, доходит до центра воли, в область переносицы, до волевого центра человека. И тогда она там скапливается, то вырвавшись, она превращается в гнев. То есть она вырывается из этой зоны области переносицы. В это время человек, человек окраснеет глаза, он испытывает сильное волевое желание преодолеть волю другого человека. То есть гнев всегда прилагается конкретно кому-то всегда. Он не бывает так, чтобы он был там какой-то... Также следует знать, что у женщин гнев проявляется как обида, обидчивость. Точно так же, когда женщина обижается, это означает проявление гнева. И он действует точно так же, как и мужской гнев. Только женский гнев, он имеет тайную природу, а мужской явную. В этом вся разница заключается. Человек, который раз гневается постоянно, часто гневается, его чувства становятся сильно неудовлетворенными. И поэтому, естественно, возникает сильное желание удовлетворять свои чувства. Это состояние сильного желания удовлетворять свои чувства называется жадностью. Сейчас мы с вами будем говорить подробно о том, что такое чувства и почему нужно их удовлетворять. Зачем хочется, почему хочется их удовлетворять. Начнем с самого начала. Согласно ведическому знанию, мы с вами имеем духовную природу. Это значит, что фактически тело это просто машина, в которой мы живем, согласно ведам. Можно это очень хорошо понять, быстро понять, если почувствовать себя, если посмотреть на себя несколько со стороны. Мы увидим, что тело постоянно меняется. Тело то маленькое, оно сначала маленькое, потом оно взрослеет, становится очень взрослым. Однако же тело меняется, но мы как личность остаемся тем же самым. Мы чувствуем себя той же самой личностью. Просто наша способность понимать этот мир раскрывается точно так же, как раскрывается цветок. Мы видим, что цветок сначала он как бутон, очень маленький, но это тот же самый цветок. Потом он раскрывается больше, появляется распущенный цветок. Совсем другой цвет у него, а краска совсем другая. То он был зеленым бутоном, теперь он красная роза. Однако же это тот же самый цветок. И сила, которая движет и цветком, и жизнью нашего тела, эта сила называется сознанием. Сознание принадлежит душе. Душа находится в области сердца. Она имеет нематериальную природу, поэтому ее невозможно ни увидеть, ни взвесить, ни измерить никак. Потому что она совсем другую природу имеет. Это не материя. И душа также воспринимает, имеет эго, эгоизм. Есть истинный эгоизм, есть ложный. Ложный эгоизм приносит страдания, истинный приносит счастье. Поэтому фактически человек, который не понимает, в какую сторону надо двигаться, чтобы быть счастливым, он запускает в себе механизм развития этих шести врагов, которые полностью уничтожают все его счастье постепенно. Первый враг – это ложное эго. То есть неправильное понимание счастья. Фактически с этим врагом мы рождаемся здесь, на нашей Земле. Потому что эта планета сама по себе не дает возможности быть счастливым, не получив знания о том, как это сделать. Человек, который думает, что я буду жить просто как живу, и все будет хорошо, чаще всего разочаровывается и приходит к тупику. Он чувствует, что дальше так жить уже нельзя. Почему так происходит? Потому что, согласно ведическому знанию, в нашей Вселенной только высшие планеты дают возможность плыть по волне и получить возможность прогресса. Сейчас здесь мы на средних планетах, есть еще низшие планеты, мы живем на средних планетах Вселенной. Эти планеты характеризуются тем, что особенно у нас на Земле деградации чуть-чуть больше, чем прогресса. Это означает, что если плыть по течению, то что происходит с нами? Мы начинаем потихоньку спиваться, у нас появляются вредные привычки, у нас появляется склонность изменять близким людям и так далее. То есть большинство людей так живут. Это означает склонность как плыть по течению. То есть фактически жизнь становится хуже. Мы становимся несчастными людьми постепенно. Это стопроцентный факт. Поэтому следует знать, что мы должны изучать, как правильно жить. Мы должны бороться с общепринятой какой-то этой тенденцией, которая существует везде. Если этого изучения нет, то неминуемо будет деградация. Так говорят веды. Нужно работать над собой. Итак, истинный эгоизм дает правильное понимание, что такое счастье. Истинный эгоизм означает, что я чувствую себя очень хорошо, как хорошая личность, когда я бескорыстно живу для других людей. Я делаю все не для себя, стараюсь жить для других. Очень трудно понять нам на земле эту концепцию. Практически невозможно сразу. То, что я это сказал, кажется, это шизофрения. Как можно жить для других? Тогда без штанов останешься. Многие люди так считают. Однако же мы немножко пообщались уже месяц, и вы видите, что в принципе это возможно. Ложное эго означает, я хочу жить для себя. И все должны служить мне в этой моей идее. Я хитростью или по закону, и тайно или явно попытаюсь как-то взять свое в жизнь. Это касается отношений как с близкими, так и на работе и так далее. Это означает лод деятельность ложного эго. Желание жить для себя. Эта деятельность приносит всегда только страдания. Она никогда не приносит счастья, согласно ведом. Она также дает, увеличивает гневливость второго врага человека, гнев. И она же увеличивает жадность. Итак, что такое чувство? Что такое жадность? Мы сейчас об этом будем говорить. Чувство это щупальца души. Это та, как бы, те нитки, которые, ну, чувство, если взять просто чисто нарисовать схему, то взять, допустим, душу, которая находится в центре груди у человека, взять тело. Материальные чувства, о которых мы сегодня будем говорить, это фактически орудие, с помощью которого чувство, душа через тело, душа через тело пытается получать счастье из окружающего мира. Существует пять чувств, которые действуют реально. Они действуют не как наши физиологи говорят, что это условные рефлексы. Зря зрение, это условный рефлекс, слух, это условный рефлекс, ничего подобного. Это реальные вещи, которые существуют, реальные анатомии, и существует анатомия чувств в ведическом знании. То есть взгляд, когда мы смотрим, мы не только принимаем информацию в сетчатку, как говорят ученые, мы также воздействуем на окружающих людей с помощью своего чувства зрения. Этот взгляд, он передается, и он вызывает у людей иногда неприязнь, иногда счастье, в зависимости от того, какую силу несет взгляд. Если взгляд несет бескорыстную силу, силу бескорыстного счастья, у окружающих людей возникает ощущение счастья. Если взгляд несет силу корыстную, эгоистичную, тогда у всех окружающих людей возникает, или у кого-то больше, у кого-то меньше возникает, недовольство, неприязнь. Вы не будете отрицать, что глядя на человека, всегда возникает чувство или симпатии, или антипатии по отношению к ним. Это означает сила взгляда. Итак, взгляд соприкасаясь с объектом наших чувств. Что такое объект чувств? Это то, на что мы смотрим. Если я, допустим, смотрю на машину, она мне понравилась, это является объектом моих чувств. Я смотрю на нее и вижу, что... А я испытываю счастье от этой машины. Если она моя. А если она не моя, я испытываю страдания. Так действует ложное эго. Ложное эго проникает сквозь чувство, зрение. Она сопровождает, оно сопровождает, его соприкасается с машиной, я оцениваю. Машина красивая. Вторая оценка, моя или нет? Нет. Значит, мне плохо. Если это машина или, допустим, женщина красивая, моя или нет? Не моя, значит, мне плохо. Если моя, значит, мне хорошо. Так действует ложное эго, оно всегда так действует. Но истинное эго, оно никогда не имеет никаких проблем. Если машина красивая, просто это радует, радость от этого возникает. Нет проблем, чья это машина. Просто радость от того, что она красивая. Таким образом, что такое жадность? Жадность – это желание удовлетворять чувства посредством действия ложного эго, деятельности ложного эго. Часто люди не понимают, как бы они хотят счастья, но они не понимают, что желание счастья может вызвать счастье или страдание, одно из двух. Если мы желаем счастья и посредством деятельности ложного эго, тогда это желание счастья, желание счастья приносит страдание. Человек говорит, я ничего плохого не хотел на самом деле, хотел счастья, в результате я получил страдание. Давайте вспомним сказку о рыбаке и рыбке, да? Чем осталась старуха с разбитым корытом? Это означает жадность. Она сильно хотела счастья. Она чего-нибудь плохого хотела, нет? Она хотела счастья. Вы все сюда пришли тоже искать счастье. Что, значит, что вы все должны остаться с разбитым корытом? Потому что, оказывается, существует два вида поиска счастья. Один из них означает желание себе, а другое означает изучение. Может быть, в этом нет смысла так стремиться что-то себе. Может, есть смысл отдавать, и тогда получишь счастье. Потому что большинство людей же все живут по этой схеме, что мне надо взять. Вы даже в основном все пришли на лекцию с целью взять знания. Так? Но оказывается, что его взять невозможно с таким настроем. В этом вся хитрость. Знание не относится к категории эгоистической природы. Знание, настоящее истинное знание о том, что такое счастье, а это и есть настоящее знание, оно находится вне сферы влияния эгоизма. Поэтому только тот человек, который способен слушать лекцию с целью помочь людям, а не себе, только тот усвоит это знание. Все остальные, они не смогут его понять. Ну, простой пример. Вы пришли узнать, вы что-то узнали, но вы на этой лекции поймете, как действует жадность на сознании. И так вы это поняли, и у вас возникло желание доказать, не помочь, не помочь, потому что слушание было неправильным. Если человек слушает для себя, результат этого слушания такой, что у него возникает ощущение, что он очень хороший человек после лекции стал, он стал очень умным. Он теперь много знает. И он приходит домой и пытается доказать людям, что они неправы. Это означает неправильное понимание. Лекция не усвоена, знание не получено. Почему? Потому что знание, истинное счастье находится в сфере бескорыстной деятельности. Если вы послушались с правильным настроем, то вы приходите домой и думаете, Господь, как же я неправильно себя вел с этими людьми, что они такими стали. Что я довел до ручки уже. И вы начинаете с ними вести себя правильно, хотя вы имеете знание о том, что у них есть много недостатков, но вы считаете себя виновным. В результате счастье приходит в дом. Есть разные способы получения знания. Знание обязывает действовать определенным образом. Поэтому человек должен настроиться, как правильно воспринимать информацию. Это очень важно. Потому что потом, получив информацию, человек уже не может действовать по-другому. Есть эгоистическое знание, есть бескорыстное знание. Бескорыстное знание ведет к счастью, эгоистическое знание ведет к тому, что человек становится порабощенным этим знанием. Итак, есть большая область знания о том, как зарабатывать деньги. Так? Вся эта область знания контролируется врагом, третьим врагом человека, который называется жадность. И все люди, которые попадают под влияние этой силы, неминуемо становятся нищими. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Всю цепочку развития от желания иметь деньги для себя и до желать до... Конечно, я не говорю о том, что не надо быть бедным и без штанов ходить. Надо понять, зачем нужны средства, зачем они нужны. Когда человек понимает это, тогда он будет счастливным. Они нужны для того, чтобы приносить людям счастье, а не для того, чтобы их тянуть под себя. Не для того, чтобы себе приносить счастье, а для того, чтобы людям приносить счастье. Понимаете? Это уже не будет жадностью. Человек, который желает средств для того, чтобы приносить счастье другим, у него не развивается, он не имеет отношения с этим врагом человека, третьим врагом, который называется жадность. И он не доходит до ручки, он не становится нищим. А наоборот, он процветает и становится счастливым. И тот, и другой хочет средств на жизнь. Но желания мотивируются по-разному обоих. Результат совершенно противоположный. Итак, давайте поговорим сейчас об этом враге, который называется жадностью. Душа по своей природе бесконечна. Она никогда не умирает. И всегда она хочет все больше и больше счастья. Само по себе желание все большего счастья является тоже жадностью. То есть душа хочет большего счастья. И это проявляется в нашей жизни всегда. Допустим, у меня, допустим, есть красивая жена. Но хочется чего-то еще больше. Есть много денег, но хочется еще больше. Найдите хоть одного человека, очень богатого, который бы не хотел еще иметь больше денег, чем он имеет. Вы теоретически можете предположить, что это возможно. Но если практически вы поизучаете людей, то увидите, все хотят дальше срабатывать деньги. Никто не хочет останавливаться на том, что есть. Так действует наша природа бесконечная. Мы не можем остановиться. Можно остановиться только лишь на время. Только лишь на время. На какую-то секунду. Не в несколько дней. Потом опять появляются новые планы. Хочется чего-нибудь еще. Не эта машина так другая. Не машина так дача. Не дача так еще что-нибудь. То есть появляются новые желания. Хочется их приобретать. Хочется что-то иметь новое. Чувства никогда не могут быть удовлетворены. Как материальным, так и духовным. Однако же следует знать, что человек, согласно ведическому знанию, не должен потакать своему желанию все больше и больше увеличивать свои материальные желания. Это приведет к неминуемо его большим проблемам в жизни. Поэтому свое счастье он должен искать в духовном. Само слово духовное для нас абсолютно неизвестно. Мы не знаем, что это такое. Я могу только намеки вам дать сейчас на этой лекции. Что когда, допустим, мы улыбаемся другим людям, мы улыбаясь, вызываем улыбку к себе. Это духовная арифметика означает. Я улыбаюсь, я что-то отдаю, да? При этом не возвращается больше. Это означает духовная арифметика. Когда я отдаю деньги, они возвращаются мне, нет? Возвращаются только в том случае, если я бескорыстно отдаю. Если же я отдаю деньги с целью получить деньги назад, они возвращаются ко мне? Нет. Это материальная арифметика. Я отдаю и остаюсь с пуштым карманом. Когда я отдаю улыбку, я получаю назад улыбку. Это духовная арифметика. 1 минус 1 равно 2. Духовная арифметика. Некоторые люди, занимаясь лечением, они думают, я теряю силу, когда лечу. Поэтому на самом деле лечить это вредно для здоровья. Я отдаю энергию, отдаю силу. Но человек, который понимает духовную арифметику, он отдавая, получает назад. В духовном мире никогда не бывает так, чтобы... Ну, я, конечно, зря так сказал. Духовный мир – это тема очень, как бы, для нас пока закрытая. Ну, так или иначе, существует, как бы, духовная природа, где отдаваем и всегда получаем назад. Поэтому жадность до того, чтобы отдавать... Духовная жадность означает жадность до того, чтобы что-то дать людям. Она тоже имеет бесконечную природу, тоже хочется отдавать все больше и больше, но она всегда удовлетворяется. Эта жадность всегда удовлетворяется. Материальная же жадность, иметь для себя все больше и больше, остается неудовлетворенной. В какой-то степени мы можем ее удовлетворить, но очень минимальной. Поэтому люди, которые поставили своей целью материальный успех в жизни, они думают, надо вот в этом цель жизни, надо все больше и больше копить средств на жизнь, тогда будет хороший результат. Они разочарованы, в конце концов, они терпят поражение. Понимаете? Это может касаться не только денег, но также образования, положения в обществе. Это касается также отношений с близким человеком. Я хочу больше счастья от него. Он должен мне больше давать, почему он мало мне дает счастья. Это касается отношений с детьми. Они меня не так любят или ценят, не так делают, как я бы хотел. Жадность тоже, действует жадность. И то, что я вам сейчас говорю, вам сейчас кажется совершенно, как вы, ну что, почему ты так говоришь? Ну это же нехорошо, так говорю. Чего же мы не должны ничего не хотеть ни от кого? Вот в этом вся проблема, что мы даже не понимаем этой идеи, что можно иметь счастье совсем по-другому. Оказывается, большинство людей на этой земле, именно на нашей планете, поражено этим врагом, который называется жадность, практически настолько сильно, что понять саму идею о том, что она приносит страдания, практически очень трудно. Очень трудно понять, что само желание иметь деньги вызывает страдания уже. Однако же следует знать, что само желание иметь деньги, оно имеет тонкую природу, не грубую. Если я и желаю иметь деньги, со мной что-то происходит внутри или нет? Как у меня меняется настроение, да? То есть это реальное воздействие на мое сознание. Однако же мы можем пощупать это воздействие, нет? Нет. Оно имеет тонкую природу. Однако же оно действует на окружающих людей или нет? Если, допустим, я сейчас подойду к кому-нибудь из вас, вот так вот скажу вам, посмотрю на вас, и вот так руку протяну и скажу, я хочу с вами сотрудничать. Вот так руку покажу вам. Давайте сотрудничать. И руку вот так вот. Я ничего не делаю с вами, я вас не бью. Однако же у вас появится ощущение какое-то дискомфорта. Что-то такое неприятное. Подумайте, Господи, ну что он пристает ко мне? Надо отсюда сматываться. Означает влияние. Какая-то сила действует. И оказывается, не обязательно протягивать руку и это говорить. Просто само желание иметь средство к существованию, оно немедленно вызывает у окружающих людей такое чувство. Чувство сопротивления. Это чувство сопротивления называется ничем иным, как борьбой за существование или конкуренцией. Это не что иное, как та сила, которая раздирает нас. Мы разлетаемся от нее на части. Почему не рекомендуют с друзьями иметь, организовывать бизнес? Как вы думаете? У нас не было лекций еще о бизнесе. Почему с друзьями не надо организовывать бизнес свой? Потому что дружба кончается. Там, где начинается бизнес, бизнес начинает жадность. Мне нужны деньги. Когда хочется денег, сразу дружба кончается. Начинаются деловые отношения. А друзья, они обижаются на это. Они думают, почему ты так со мной обращаешься? Ты хочешь от меня денег, а я ведь тебе друг. Почему ты думаешь, что я тебе их не дам? Я тебе их дам. Почему ты хочешь от меня денег? Ты не желай, я тебе и так их дам. Но если жадность означает желать. Человек не может не желать, если он жадничает. Желание денег означает жадность. Поэтому дружба кончается. Там, где начинается бизнес совместный. То же самое. Давать в долг. То есть, я, допустим, родственник, ты родственник. Ты у меня попросил деньги в долг. Веды говорят, если человек отдает родственнику деньги в долг, все родственные отношения портятся в результате. Родственные отношения основаны на дружбе. Если родственник отдает в долг, то естественно, что у того, кто отдал деньги в долг, у этого родственника, у него возникает чувство, что так как он родственник, он обязательно мне должен отдать быстренько деньги, потому что он родственник, он меня понимает очень хорошо, он же мой любимый родственник. А тот родственник, который получил деньги, он так думает, он же мой любимый родственник, он понимает, если я не вовремя отдам, чуть-чуть попозже, ничего страшного, потому что он же меня понимает, он же мой родственник, у нас же с ним дружба. В результате они начинают потихоньку напрягаться оба, и в результате портятся родственные отношения. Поэтому не надо родственникам давать деньги взаимые, надо просто им отдавать деньги, если они просят, надо просто какую-то часть денег им дать. Если они еще просят, ну тогда надо думать, может быть это уже переборы могут быть там, может мы их культивируем жадность уже в их сердце. Однако же нет проблемы какую-то сумму дать родственнику, просто отдать ее, нет никакой проблемы в этом, небольшую, сколько можно помочь. Он будет доволен и уже не будет просить взаймы, он будет чувствовать уже неудобно, он опять не будет деньги просто так отдавать, уже неудобно. Тогда будут нормальные отношения между родственниками уже складываться. Итак, мы с вами потихоньку входим в эту тему, что существует сила какая-то, которая нам мешает жить. Веды говорят, что очень сильное желание богатства приводит к нищете. Больше всего богатства хотят самые нищие люди, самые нищие люди больше всего денег хотят. Богатые люди хотят денег, но не так сильно, как нищие. Нищие очень сильно хотят денег. Сильное желание денег приводит к нищете, сильное желание помогать другим приводит к богатству. Так говорят веды. Давайте проследим, как это происходит. Итак, сильное желание иметь средства на жизнь. Деньги означает, что я своей психической силой начинаю влиять на окружающих людей таким образом, что я тяну на себя их счастье, как бы материальное счастье. Деньги означают материальное счастье. Я психически тяну их на себя. Рядом со мной им становится тяжело жить, они напрягаются. Им тяжело становится. Они думают, что-то он постоянно от меня хочет. Он вроде ничего не говорит, но что-то хочет постоянно. Вот давайте вот возьмем так. Если сейчас вот нищего привезти сюда человека, я буду лекцию читать, а он будет вот здесь стоять параллельно и смотреть на вас. Он ничего не будет делать. Он будет просто стоять и смотреть, и все. И вам будет очень тяжело. Вы будете думать, что-то он от нас хочет. Может быть, он будет объявление какое-то делать. Вот надо после лекции быстрее сматываться, потому что он будет просить денег, сто процентов. Или он что-то еще там скажет такое. Сейчас очень много попрошайок разного вида. Есть разные маркетинги там, есть сетевое. Там стоят уже люди сматываются, выползают из зала. Потихоньку. Они боятся этого всего. Потому что он рассказывает красивые слова, но цель просто взять деньги. Отозначает жадность. А отказывается, можно просто быть богатым человеком, только по другому соображению совсем. Понимаете, эти люди, они думают, что они так смогут построить бизнес. Очень многие люди хотят быть богатыми, но ни у кого не получается, у большинства не получается. Почему? Потому что целью они ставят деньги. И они заводят дружбу с третьим врагом человека, который разрушает полностью всю жизнь. И так напрягаются отношения. Прежде всего, как мы уже с вами рассказали, первый этап разрушения, как этот враг действует. Прежде всего, когда увеличивается у человека жадность. А когда увеличивается жадность? Она увеличивается, когда создается семья. Оказывается, что когда просто их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Это все хорошо. Но потом, когда они поженились, наступает очень интересный феномен, который многие психологи отмечают. И люди сами отмечают тоже. Этот феномен заключается в том, что привязанность к этому человеку, с которым ты женился, резко возрастает. И параллельно резко снижается привязанность ко всем друзьям, к тому кругу людей, с которым человек жил раньше. Он фактически выпадает из этого круга. И у него начинают заводиться совсем другие отношения уже. Раньше до женихбы у него была дружба. У него были бескорыстные такие свойские отношения со всеми. Он мог работать где-то так или иначе, но у него не было проблемы в том, чтобы просто дружить. Иметь хорошее и просто теплое отношение. Однако же после женихбы происходит интересный момент. Просто отношения уже неинтересны. Ну что толку разговаривать? Ну давай, надо дела делать. Семья хочет денег. Отдельно женщина живет. Денег сильно не хочет. Ну живет себе, живет спокойно. У ней не так много вещей. Отдельно живет мужчина, тоже особо ничего не хочет сильно. Они вместе соединяются, начинают сильно хотеть. Они хотят сразу быстрее. Не просто, а быстрее надо. Быстрее копить мебель. Быстрее квартиру увеличивать в размерах. Быстрее машину, дачу, там, огород. Все, быстрее. Это не просто надо, надо быстрее все это. Почему быстрее? Потому что, когда мужчина и женщина вместе соединяются, возникает такая сила, которая называется жадность. Чувства их начинают очень сильно желать наслаждаться за счет другого человека. То есть, присутствие женщины рядом с мужчиной возбуждает в нем желание наслаждаться за счет другого человека. Так же у женщины тоже возникает. Ну, кстати, вот это желание наслаждаться за счет окружающего мира, оно очень сильно увеличивается. Оно возрастает. Возникает жажда материального счастья. Она настолько сильна бывает, что человек вдруг неожиданно обнаруживает, что ему теперь на этой работе, вот на которой он работал всю жизнь, уже мало работы. Ему надо менять работу срочно. После жениха он чувствует, что ему надо менять работу. Ему надо устраиваться там, где больше платят. Хотя ничего не изменилось. Она одна жила, ей хватало. Он один жил, ей к нему хватало. Вдвоем не хватает. Хотя наоборот, ведь вдвоем должно быть проще жить. Когда вдвоем человеку уже не обязательно готовить, жена может готовить там. То есть они распределяют обязанности, уже проще жить. Но оказывается наоборот, вдвоем больше нужно. Потому что жадность увеличивается. Враг. Это и так действует враг. Это сила, которая разрушает счастье. Допустим, человек один жил. Ну, подумаешь, там ему плохо кто-то сказал что-то, ему все равно. Ну, думаешь, ну плохо на меня сказали. Ну, ничего страшного. Я не привязан к этому. Ну, этот плохо сказал, тот плохо сказал. Нет проблем. Однако же, если мужу жена сказала плохо, это очень большая проблема. Он на всю жизнь может запомнить. Сильная привязанность между ними вызывает также жадность до хорошего отношения ко мне. Хотя раньше такой жадности она была, но она не так сильно была выражена, как в семейной жизни. Когда появляются семейные отношения, очень сильно хочется, чтобы тебе говорили только хорошие, теплые слова. Малейшая строгость, грубость в адрес близкого человека вызывает сильные страдания. Мы не можем препятствовать этому, потому что это естественная вещь, которая существует в природе. Итак, первый, это виток развития жадности, это семейная жизнь. Соединение мужчин и женщин. Поэтому веды говорят, что как только соединились мужчин и женщин вместе, сразу они должны начать противостоять этой силой, ей жадность. Как можно противостоять с помощью поизучения, что такое закон пожертвований. Даже просто желая всем счастья, не разрывая отношения со своими друзьями, пытаясь не разорвать отношения, потому что они будут пытаться разрываться. Пытаясь не разорвать отношения с друзьями, с окружающими людьми. Такая семья, на самом деле, она не увеличивает жадность себе, внутри себя. Она как бы увеличивает желание действовать, жить для других людей. И она никогда не потеряет счастье, такая семья. Таким образом, пожертвование благости означает кормить птиц, кормить животных, кормить нищих. Желать всем счастья, развивать себе бескорыстие в труде, стараться воспитывать не только своего ребенка, но и чужих детей, с которыми он дружит. Отдавать им свои силы, этим людям, детям, соседям помогать, не враждовать с ними. Почему, вот смотрите, почему на той площадке, на которой мы живем, отношения обычно бывают такие. Или сильно хорошие, или сильно плохие. Нейтральных практически не бывает. Почему? Так действует жадность. Если соседи способны хорошо к нам относиться, не завидуют нам, тогда в этом случае жадности нет, и теплые отношения, очень теплые, становятся очень теплыми отношениями. Они как одна семья могут жить на одной площадке. Однако же бывает так, что они просто ненавидят друг друга. Почему это происходит? Потому что есть какая-то неудовлетворенность, какая-то борьба за поле деятельности. Допустим, у вас есть собака, она какает возле площадки. Соседи чувствуют, что эта площадка точно так же их, как и ваша. Да? Но у них нет собаки, чтобы она какала, правильно? Если бы у обоих была собака, тогда было бы все нормально. Но соседи начинают испытывать какие-то беспокойства, они думают, почему их собака какает на площадке? Это же несправедливо. Но она же не на голову тебе какает, правильно? Она какает на другую территорию, не связанную лично с твоей жизнью, эта площадка. Как бы ты проходишь, конечно, мимо, но ты же можешь пройти мимо того же самого на улице, и у тебя не будет никаких проблем. Почему у тебя возникают проблемы, когда ты проходишь именно на этой площадке? А вот как виной тому жадность, оказывается, что человек начинает считать свою площадку, на которой он живет, своей собственностью. Если сосед, допустим, поставит, выставит на нее какую-то часть своей собственности, то это вызовет сильное беспокойство у другого соседа. Он будет нервничать очень сильно. Почему он выставил сюда, какое он имеет право занимать эту территорию? А что теперь, к тебе-то какая разница? Ну, что он занял эту территорию? Может, он поправляться будет, он поправляется, когда он тоже чужую территорию занимает. Что ж теперь, повеситься, что ли? Он занял чуть-чуть больше места на площадке, ничего страшного. Возникает проблема? Также, допустим, мы поехали в автобусе, мы сидим на сиденье на каком-то стале, за билетом пошли. Жадность уже, привязанность к этому месту уже возникла. Потом раз мы приходим, смотрим, кто-то уже сидит. Мы говорим, а почему ты, какой ты, на каком основании ты садишься на это место? Он не понимает, о чем вопрос. Он только зашел, он ничего не понимает, какие события здесь до этого происходили, он не знает. Мы говорим, на каком основании ты сюда сел? Я здесь сидел до этого. А он говорит, а я вчера в этом автобусе ехал и тоже до этого здесь сидел. Он не понимает, в чем проблема. Оказывается, проблема в том, что человек успел привязаться, и ему кажется, что это законно, что он должен опять сюда сесть. Но почему? Ведь он уйдет из этого места и никогда не будет уже все. Это автобус уедет, и никогда они не встретятся с этим автобусом, или когда-нибудь, может, не скоро. Однако же законно кажется, что я должен опять сюда сесть, на это место. Я вам описываю природу жадности сейчас. Это очень важно, потому что потом мы будем говорить с вами о еще более серьезных вещах. Сейчас мы примеры приводим, чтобы вы поняли, что это такое. Она делает человека безумным. Допустим, вы все поняли. Вот сейчас вы пойдете на автобус, сядете, поедете, встанете за билетом, кто-нибудь сядет на ваше место. Вы встанете рядом, выйдете, улыбаться, и могут делать вид, что все нормально. А внутри все равно выйдет. Именно это означает, что жадность это враг. Жадность это враг, который душит нас без нашего желания. Поэтому человек должен объявить ему войну. Мы не должны думать, что если мы потакаем свои жадности, то в этом случае мы будем счастливы. Допустим, вы идете в магазин, в супермаркет. Как устроен супермаркет? Там все запутано. То есть цель такая, чтобы человек просмотрел как можно больше вещей до того момента, как он дошел до своей цели. Ведь раньше же все было просто, отдельные магазины. Так вот в магазин заходишь, сейчас все объединили. Выписки так как-то висят, что невозможно понять, где чего. Ты идешь, идешь и по дороге смотришь. Вот в этом вся проблема. Когда человек смотрит, он к чему-то привязывается, какая-то интересная вещь. Вот смотрите, человек идет по супермаркету. Есть какая-то проблема в этом или нет? Никакой проблемы. Где хочу, там и хожу. Дальше. Я посмотрел в какую-то сторону. Есть проблема, нет? Нет проблемы. Теперь я увидел очень хорошую, красивую, нужную вещь, которой у меня нет. Проблема есть, нет? Есть. Есть какая проблема, в чем она заключается? Она заключается в том, что потом год на эту вещь придется работать, чтобы ее купить. Деньги же с потолка не сваливаются. Придется совкалывать для того, чтобы ее купить. И таким образом свою жизнь, энергию, свое время человек отдает на что? На то, что он что-то увидел в супермаркете, понимаете? Ну хорошо, как бы вы можете аргументировать этот момент, сказать, ну если вещь нужная, ну почему? Возьмите, зайдите себе в квартиру сейчас и посмотрите, сколько у вас вещей нужных там. Вы увидите, что примерно 80% совершенно бесполезных вещей, которые не нужны. Какие-то там сериалы, книг там, Иван Красный, там, Иван Черный, Мертвые не потеют, там, всякие разные ужасы там. Их никто не читает, это какая-то билиберда. Вот, они стоят там, целые полки занимают. Сдайте их макулатуру. Жалко. Они же не нужны, их незачем читать. Там написано глупость, в пьяном угаре кто-то написал что-то. Неожиданно понравилось, купил. Теперь это ненужная вещь. Точно так же, очень много вещей, которые просто не нужны. Старые вещи лежат, они не нужны. Стиральная машина поломалась. Вятка, автомат. Уже устаревшая какая-то, без дистанционного управления. Вот, она не нужна, и никогда не будешь пользоваться, но она стоит. А зачем я выкину? А вдруг кто-нибудь возьмет себе? Жадность мешает. Это враг. Место в квартире занято. Чувства тоже привязаны. Ее надо протирать пыль с нее, иначе будет аллергия. Человек протирает все время, у него много вещей, он целое воскресенье протирает пыль. Нет, чтобы сходить просто в лес, подышать свежим воздухом. Он по квартире лазит, протирает эти вещи целый день. Шифонеров очень много. Три яруса, четыре, пять. Чем больше, тем лучше. На всякий случай нужно место. А вдруг еще что-нибудь будет? Продукты по запасу, а вдруг война. Надо запасаться, потом там тараканы заводят. Ничего страшного. Можно есть все равно. Вот, это так действует жадность. Но это все равно не убедительно, то, что я вам сказал сейчас. Это кажется все глупостью, потому что на самом деле нужно запасать вещи, нужно запасать продукты, все нужно запасать. Кажется это целесообразным. Однако же я вам могу рассказать другие вещи, которые уже не будут казаться целесообразным. Например, жадность, оказывается, действует через разные чувства. В том числе через половое чувство тоже жадность действует. Когда человек как-то в какой-то период жизни не удовлетворен своей женой, или женщина не удовлетворена мужем, она начинает испытывать нехватку половых отношений. В результате рано или поздно она увидит кого-то симпатичного, начинает ему строить глазки, улыбаться ему, невзначай. Вот, и он невзначай знакомится тоже. Это все происходит случайно, как она говорит. И он тоже не считает, что это прям закономерность какая-то большая. Однако же жадность до половых отношений заставляет их говорить о политике друг с другом. Вот, так же говорит о философии, о духовном прогрессе. Вот, и все это заканчивается постелью потом. И самое удивительное заключается в том, что жадность на двое не делится. Понимаете, если человек, муж, жаден до какой-то любовницы, это не значит, что его жена тоже будет жадна до этой любовницы. Она будет говорить, ой, как хорошо, что у тебя появилось. Это только в американских фильмах можно увидеть. Ой, как хорошо, что у тебя появилась любовница. Я рада за тебя, там так говорят. Это глупость. Потому что жадность – это сила, которая действует независимо от нашего сознания. Если у мужа появляется любовница, жена не будет счастлива. Она будет испытывать страдания. Она почувствует, что ее счастье отнимают. Точно так же, как собака какает на площадке. Это вызывает неприятность, понимаете? Но когда площадку отнимают у нас, это же не такая большая проблема, когда отнимают самого близкого человека, понимаете? Поэтому говорит о том, что этого не существует, это уже, извините меня, это уже попахивает недалеким мышлением. И так жадность есть. Вы видите факт. Человек, который считает, что надо удовлетворять это чувство жадности, что надо обязательно иметь то, что хочешь приобрести, он скатывается рано или поздно к сильным страданиям. Так, допустим, если жадность превышает возможность иметь зарплату, человек становится фактически, имея хорошую работу, он становится нищим, у него не хватает денег. Есть много людей, которые не имеют средств на жизнь. Почему? Потому что, как только появляются деньги, у них желание покупать гораздо больше, чем средств. Кстати, они бегут в магазин, покупают какую-то вещь сразу, денег опять нет. Они ничего не могут с собой сделать. Этот враг, жадность душит их, он не дает возможности им иметь средства на жизнь. Средство на жизнь дает спокойствие какое-то. Человек чувствует, когда у него есть средства на жизнь, он чувствует, что у него есть возможности осуществлять свои планы. Но жадность разрушает все наши планы. Она говорит нам, давай покупай идеи и все, потом найдешь деньги где-нибудь. Вот, и человек покупает, и потом он остается без средств, без возможностей. Допустим, многие люди бы захотели прийти сюда на лекцию и послушать, может быть, у них есть время, но у них нет двух гривен для того, чтобы заплатить за лекцию. Хотя они получают достаточно денег. Почему у них нет этих денег, двух гривен? Потому что жадность мешает. Им кажется, что это не то, куда бы я должен вложить свои деньги. Итак, вы вложили деньги в духовное, вы изучаете, что такое счастье. Но большинство людей вкладывают их в материальное, желая получить этот материальный объект. Итак, давайте разбирать дальше эту природу, природу жадности, как она действует. Вот смотрите, если жена покупает себе платье, муж от этого счастлив или нет? Красивое платье? Счастлив. Если платье еще красивее, счастлив? Счастлив. А если оно еще дороже, счастлив? Вы поняли логику, да? Логика ясна. И так муж вроде бы хочет осчастливить свою жену. Но почему-то, когда жена... А счастье для жены означает очень дорогое платье. Это всем понятно. Но когда жена полукупает очень дорогое платье, почему-то муж испытывает страдания от этого. Почему он испытывает страдания, как вы думаете? Потому что это платье отнимает у него деньги. Таким образом, деньги действуют так, что не вызывают страдания. Только в том случае, если человек хочет использовать их для себя. Понимаете? В этом вся проблема. Жадность означает использовать для себя. Мы не говорим, что деньги это плохо. Мы говорим о том, какой результат получает эта идея. Использовать для себя. Понимаете? Теперь ребенок. Маленький ребенок. Вроде бы очень хорошо все. Он должен стать хорошим человеком. Однако же, если мы хотим использовать его рост, учебу, расцветание для себя, как результат, мы получаем страдания. В чем они выражаются? Они выражаются в том, что этот ребенок рано или поздно начнет сопротивляться нашей идее. Потому что у него есть своя внутренняя идея. Он хочет жить так, как он считает нужным. Он же сам тоже чувствует, что ему надо как-то жить. У него есть своя внутренняя идея, как ему жить. Понимаете? Однако же, родители, имея жадность по отношению к нему, они хотят испытать счастье от него. Они хотят не дать ему счастье, а испытать от него счастье. Это разные вещи. Надо разобраться в этом вопросе. Они заставляют его действовать по своей схеме. Они говорят ему, делай так, иди туда, действуй там, учись там, делай это, делай то. Дети начинают сопротивляться. Они не могут победить родителей. Родители сильнее. Родители имеют все, дети не имеют ничего, кроме своих желаний. В результате что происходит? Дети становятся очень ненавистными, очень капризными, настырными. Они чувствуют, что родители для них это как враги, которые душат их возможность быть счастливыми. Они душат их возможность жить. Они не дают возможности им испытывать счастье в жизни. В результате дети звереют просто. Они начинают назло родителям курить наркотики там, выпивать, заниматься развратом, говорят матом, бросают там, бросаются этими стеклянной посудой. Вот. То есть они ведут себя совершенно беспардонно. Это означает сопротивление силе, которое исходит из родителей. То есть его называется жадность. Вроде бы ничего плохого. Я хочу только счастья своему ребенку, но как хотеть счастья? Вот в чем вопрос. Я хочу денег в семью, чтобы деньги были в семье, но как хотеть, чтобы они были в семье? Хорошо, ты хочешь денег в семье. Для чего? Если ты хочешь для себя, ты будешь страдать. На тебя действует этот враг, который называется жадность. Если ты хочешь принести счастье своим близким людям, пожалуйста, нет проблем. Страданий от этого больших не будет. Однако же, если ты хочешь больше счастья сделать еще окружающим людям вокруг себя, еще меньше страданий. Если ты хочешь еще больше, что-то для духовных целей, для какого-то общего блага, для развития людей, посвятить свои средства, еще меньше страданий. Но понять это очень сложно. В этом заключается идея, потому что жадность, она куда действует? Она действует на саму систему понимания. Где находится наша система понимания вещей? Она находится в разуме. Жадность действует на разум. Она меняет наши цели, меняет наши интересы. Посмотрите, большинство людей испытывают энтузиазм к труду, когда платят большие деньги. Если тебе говорят, я тебе заплачу, ты говоришь, хорошо, я сделаю это. С удовольствием. Удовольствие возникает от желания денег, а не от самого труда. Означает присутствие этого врага, который называется жадность. Теперь, все вроде бы хорошо, он готов заплатить деньги, я готов работать. Однако же я-то чего хочу? И он чего хочет? У нас разные желания с ним, и в этом вся проблема. Смотрите, он хочет, чтобы я сделал хорошую вещь, с очень большой любовью, да, потому что без любви хорошую вещь не сделаешь. Согласитесь? Можно без любви что-то хорошее сделать? Очень трудно, потому что даже пол подмести в этом зале без любви, надо все равно придется что-то пропускать. Ну, потому что, ну, сами понимаете. С любовью можно все подмести в этот зал, но без любви очень трудно. Самая простая работа, подметание, не говоря уж о там каких-то тонких, тонкой деятельности какой-то. Чего хочет работодатель? Он хочет, чтобы сделали хорошо работу. Чего хочет тот, кто получил работу? Денег. От работодателя. У них совершенно разные непересекающиеся желания. В этом заключается парадокс, господа. Жадность душит их обоих. В результате они оба будут неудовлетворены. Если работодатель хочет принести счастье тому человеку, который будет у него работать, потому что он получит от него средства на жизнь, он знает, что тот сразу не будет делать, как надо. Но если он будет его любить, относиться к нему хорошо, по-доброму, тот постепенно поймет, что надо хотя бы из чувства долга делать все хорошо. Но для этого нужно хотя бы чуть-чуть бескорыстия, отвернуться от своей идеи и перейти на точку зрения того человека, с которым ты сотрудничаешь. Это очень трудно сделать, потому что моя-то идея качество труда, а его идея деньги от меня, у меня денег мало. понимаете, в этом вся проблема. Жадность душит нашу жизнь. Человек, который очень жадный, человек не может быть хорошим предпринимателем, он не способен развиваться дальше, потому что он не может платить деньги, ему жалко их, ему также нужно их тратить для себя, это тоже проблема. Но это еще не все, это только начало. И так мы теряем друзей, когда появляется жадность семей. Семейная жадность означает потеря друзей, и просто увеличение жадности означает потеря друзей. Первый этап развития жадности – потеря друзей. С ними не о чем поговорить становится, потому что идея в голове, она меняется, нет желания что-то сказать им хорошее, а мне некогда, извините, у меня дела. Второй этап развития жадности какой? Кто знает? Мы много об этом говорили, давайте, давайте подсказываем. Вы должны как таблицу умножения это знать. Это те лекции, на самом деле, обобщающие, вы все это уже знаете, мы говорили об этом. Второй этап. А? Нет, это все, эта жадность означает деньги для себя. А? Это уже далеко, больно. Вы правильно говорите, но это очень далеко. Следующий, второй этап. Гнев – это до жадности стоит. Как? Деньги, правильно, конкретно. А? Нет, это уже дальше. Второй этап, вот запоминайте, я вам говорю сейчас, второй этап – нехватка свободного времени. жадность душит человека. Как? Сначала теряются друзья, потом теряется свободное время. Потому что некогда, какое свободное время? Надо повышать свою квалификацию труда, надо деньги на то, надо деньги на это, надо на это, надо быстрее, и самое главное, все это быстрее. Понимаете, жадность душит, время свободное, человек лишает свободного времени. У него нет, свободное время означает время, которое можно посвятить самоосознанию, можно посвятить тому, чтобы, чтобы работать над собой, или помогать другим, своим воспитанием детей, улучшение взаимоотношений с женой, укрепление своего здоровья, духовная практика, установление взаимоотношений с Богом, о которых мы вообще забыли, думаем, что его нет. Все это является проявлением жадности. Человек лишается возможности иметь все это, то, что я перечислил. Третий этап какой? Молодцы, наконец-то. Усталость и потеря здоровья. Человек, который дальше углубляется в эту погоню за средствами к существованию, причем я не говорю о том, что он считает, понимаете, вам кажется, это же нужно. Естественно, что жадность заставляет так считать, она действует на разум. Вы говорите, ну нужно же, деньги-то нужны, конечно же, будет уменьшение свободного времени, потому что деньги-то нужны. Деньги-то нужны. Вот это желание, деньги нужны, означает действие жадности, она именно так действует, она же будет действовать так, что деньги не нужны, а ты работаешь больше. Естественно, что увеличивается ощущение, что они сильно нужны. Понимаете, в этом вся проблема. Это ощущение реальное, нужно купить то, нужно купить то. Знаете, почему Чукчи не нужна стиральная машина с дистанционным управлением? Потому что он никогда ее не видел. Если бы он ее увидел, он бы обязательно ее в юрту поставил себе. Пускай стоит хотя бы для красоты. Когда-нибудь электричество проведут. Вот. В этом вся проблема. Мы не можем контролировать свои чувства. Наше зрение, оно смотрит туда, где находятся объекты наших чувств. И соприкасаясь с ними, мы неминуемо приходим к той идее, что надо покупать что-то. Эта идея заседает так крепко в разуме, что мы сливаемся с ней. Нам кажется, а по-другому и быть не может. Однако же счастье есть. Человек может жить без этой идеи. У него может быть совсем другое ощущение счастья. Вы говорите, ну где же счастье, если не будет стиральная машина с дистанционным управлением? Где же счастье тогда? Оказывается, счастье есть в другом направлении. Мы об этом поговорим сегодня. Итак, третий этап – это усталость и перенапряжение. Он сопровождается болезнями. Оказывается, жадность дает свои болезни. Самая первая болезнь жадности – это нарушение обмена веществ. Человек начинает поправляться или худеть. В зависимости от того, как он контактирует с этой силой жадности. Если он очень сильно обеспокоен тем, что у него чего-то не хватает, тогда он худеет. Если наоборот, человек как бы довольствуется тем, что он имеет, но не сильно беспокоится о том, что ему не хватает, он поправляется. Жадность означает, что чувства не удовлетворены. К концу дня человек, который испытывает жадность во время работы, а не любовь к труду, он приходит домой с ощущением, что он чего-то недополучил сегодня. И он чувствует, что ему чего-то не хватает. И в результате этого у него появляется идея заглушить это чувство. Это чувство заглушается всегда одним и тем же способом. Надо что-то положить в рот. Кто-то кладет в рот сигарету, кто-то спиртное, кто-то еду. Если человек кладет по вечерам в рот спиртное, он становится алкоголиком. Если сигарету, то он становится больным человеком. Если еду, он начинает толстеть. Потому что вечер в это время для синтеза, а не для расхода энергии. Поэтому луна начинает действовать на организм. В результате синтезируется, все процессы синтеза увеличиваются. В результате человек не может похудеть. Он думает, я только вечером ем. Почему я поправляюсь? Почему ты будешь худеть, если вся эта энергия будет идти только на накопление веществ? Потому что вечернее время для этого, ночное время для этого предназначено. Человек отдыхает, у него увеличивается количество жира в это время. И так человек начинает поправляться. Это сопровождается многочисленными заболеваниями, нарушением обмена веществ. Следующие болезни жадности. Давайте будем их перечислять. Основные болезни жадности. Во-первых, естественно, что основной болезнью жадности является курение. Потому что курение или неумение отдыхать, оно возникает от неумения отдыхать, но уже у мужчин. У женщин в основном, если взять аналогию, как страдает от жадности на этом же уровне женщина и на этом же уровне мужчина. Мужчина на этом уровне развития жадности, силы жадности, чаще всего начинает много курить. Женщина же на этом же уровне жадности начинает много есть сладкого по вечерам. То есть это одно и то же фактически, привязанность к ладкам или к кофе, к шоколаду у женщины, или привязанность к табаку, никотину у мужчины, это одно и то же, означает напряжение психическое, неумение снять напряжение. Почему возникает напряжение? Мы уже с вами говорили, потому что жадность заставляет тянуть на себя. Естественно, что окружающие люди будут сопротивляться, окружающая среда будет сопротивляться, она тоже тянет на себя и возникает борьба за существование. Это конкуренция, которая заставляет человека постоянно жить в сильном напряжении. Ему очень тяжело жить, потому что он тянет психически, ему нужно иметь деньги, он тянет на себя. Это напряжение вызывает нарушение сна, человеку тяжело заснуть, он тяжело расслаблится вечером. Пока он не наестся, он не сможет спать. Надо также посмотреть телевизор, где обязательно показывают фильм, как человек достигает возможности иметь деньги. Все фильмы вечерние построены на этом принципе, что деньги получаешь, или получаешь женщину, получаешь деньги. Все виды удовольствия должны быть достигнуты вечером. Вечерние фильмы означают, что все в конце концов получается. Человек выключает телевизор, ну, слава Богу, все закончилось сегодня хорошо. То есть, его жадность как-то косвенно, хотя бы через киноактера, она удовлетворена, если при этом он еще покушал, залил, подымил. То есть, тогда у него все уже совсем хорошо. Он с чувством выполненного долга ложится спать уже. День прошел удачно в этом случае. Попробуйте прийти домой, не смотрев телевизор, не дымить, не пить, не есть. А что делать тогда? Желать всем счастья? Просто сесть и желать всем счастья. Почему невозможно? Потому что наша идея получать счастье совсем другая. Нам кажется, что счастье должно прийти из дне, это называется жадностью. Такая философская позиция. Сейчас вы из лекции выйдите на улицу, встанете на остановку, повернетесь все по команде, налево, раз-два. И будете притягивать глазами автобус, который еще не пришел. Называется жадность? Автобуса еще нет. Но хочется, чтобы он был быстрее. Почему? Потому что некогда. А почему некогда? Потому что жадность. У вас есть время. Возьмите и начните желать всем счастья на остановке. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Автобус до сих пор не идет. Сколько можно счастья уже желать? Пора домой. То есть человек беспокоится, он не может стоять, потому что ему нужно домой. Что дома? Дома ждет телевизор, еда, табак и водка. Ну так или иначе, что-то в этом роде. Итак, жадность означает счастье в будущем. Человек как признак жадности. Враг, этот враг действует на сознание так. Он бьет человека по голове. Жадность, этот враг приходит в наше сознание и бьет по голове нас. Бум! И возникает сразу идея. Счастье будет завтра. Или сегодня, но попозже. Допустим, я сейчас в лекцию пойду, там и тогда будет счастье. Человек начинает смотреть на время, скорее бы лекция кончилась. Когда он приходит на лекцию, он смотрит на время, скорее бы началась. Потом, как она началась, он сразу же смотрит на время, скорее бы кончил. Счастье означает счастье в будущем. Оно будет завтра или попозже, чуть-чуть попозже. Означает присутствие этого врага в сознании. Диагностировать его в своем сознании очень просто. Счастье будет в будущем, чуть попозже. Человек не может испытывать счастье прямо сейчас. Веды говорят, что каждую секунду своей жизни человек должен быть счастлив. Прямо сейчас. Как это сделать? Надо искать счастье в духовном, а не в материальном. Если человек каждую секунду своей жизни повторяет, я желаю всем счастья. Он контактирует психически на тонком плане. Точно так же, как жадность, это что же деятельность на тонком плане. Мы же тоже денег на тонком плане хотим, не на грубом. Мы же не идем никому, ничего не бьем. Мы просто хотим денег и все. Означает тоже тонкий план, мы живем на этом тонком плане. Точно так же можно отказаться от этой идеи. И просто, а откуда тогда деньги появятся? Точно так же, как автобус не появится быстрее, если вы будете его притягивать глазами. Точно так же само желание денег не увеличит их количество, а наоборот уменьшит. Потому что, если вы будете смотреть на начальника каждый день, подходить к нему, жадными глазами, когда будет зарплата, он вас выгонит с работы просто. Проэкспериментируйте, если вы сегодня практически хотите проверить эту лекцию. Подходите к своему начальнику каждый день, с сильным желанием, чтобы он дал вам премию, и говорите ему, здравствуйте, дорогой такой-то такой. Через месяц он уже будет от вас убегать, бояться вас будет уходить. Означает жадность, желание, плодов. Она портит отношения, не улучшает. Однако же, если отказаться от этого врага, этой идеи, которая душит нас, отказаться от него и прямо сейчас захотеть, я желаю всем счастья. Захотеть, желать всем счастья, наслаждаться этим процессом. Тогда на остановке можно стоять хоть два часа, потому что счастье находится внутри. Я желаю всем счастья. Счастье возвращается ко мне, потому что никто не будет против счастья. Если я сейчас захочу от вас денег, вы будете против, многие, большинству. Вот, если же я захочу от вас, чтобы вы были счастливы, кто из вас будет против? Никто. Может кто-то пожимает, скажет, ну я готов быть несчастным. Но все равно, это всего лишь притворство. Так? Если я говорю, вы должны быть счастливыми. Всем это нравится, эта идея всем нравится. Да, она нравится не только в мозгах. То есть не только вот сейчас в словах, но она нравится также внутри. Понимаете? Это ключ к достижению успеха. Это способность бороться с жадностью действует таким образом. Я просто меняю свой настрой. Я желаю всем счастья. Однако же мне мысль говорит, дома дети голодные. Ну и что от того, что ты об этом думаешь, они сыты, сытыми становятся, нет? Так действует женская природа. Женщина хочет, чтобы дети были сытыми. Почему? Потому что когда они сыты, они счастливы. Когда дети счастливы, они приносят радость. Женщина хочет наслаждаться за счет своих детей. Поэтому она хочет как можно быстрее их накормить. Хотя это еще не означает, что дети тоже хотят кушать непрерывно целый день. Женщина хочет, чтобы они кушали непрерывно. Потому что когда ребенок сытый, это приносит счастье матери. Она испытывает счастье от этого. Ну вот, слава Богу, накормила, хорошо. Он такой довольный, ему ничего не надо уже. Когда он голодный, он что-то просит, постоянно бегает, ему что-то надо. Жадность действует на мать. Когда ему что-нибудь пихало, он раз, все. Ему ничего не надо уже. На некоторое время он успокаивается. Мать свободна уже. И так мать чувствует сейчас, сидя на лекции, что дети голодные. Однако же, это чувство означает просто присутствие жадности. Это не означает выполнение своего долга перед детьми. Если вы хотите сделать детей счастливыми, просто начните желать им счастья. Они не будут чувствовать своего голода тогда. Если вы будете думать о том, что они голодные, они тоже об этом будут думать. Так жадность разрушает нашу судьбу. Например, муж уехал в командировку. Допустим, он летчик, он летит на самолете. Жена привязана к мужу. Она хочет ему счастья. И поэтому она сильно волнуется за то, чтобы он не разбился. Не дай Бог, чтобы он разбился. Не чтоб не разбился, а не дай Бог, чтобы он разбился. Это означает жадность. Она о чем думает? Она думает о самом ужасном. Она думает, а вот, а вдруг, а вот это, а вдруг это. А вдруг это с ним произойдет. Что это значит? Она воздействует, так действует жадность. Она воздействует на его мозг в это время, во время полета. Ему очень тяжело лететь хорошо. Чем больше жадность у жены по отношению к нему, тем меньше у нее шансов нормально пролететь на самолете. Почему так происходит? Потому что жадность это враг. Она разрушает счастье. Человек теряет самообладание, потому что жена нервничает. Однако же, если жена действует наоборот. Она привязана к своему мужу с другим знаком. Она хочет ему счастья и верит, что у него все будет хорошо. Жадность не дает так думать. Жадность говорит, нет, наверное, будет плохо. Может быть, плохо. Жадность душит. Однако же, есть другое чувство по отношению к мужу. Он должен быть счастлив. Не я должна быть счастлива. Он на самолете летит на самом деле. Как я могу быть счастлива, если он сейчас может разбиться? Он на самолете летит. Он должен быть со мной, наслаждать меня. Однако же, есть другое чувство. Я хочу, чтобы он был счастлив. Со мной или не со мной не имеет значения. Я хочу, чтобы он был счастлив. Все, он счастлив. Он летит на самолете, он счастлив. Он не разобьется. Таким образом, жена может защищать своего мужа. Или может его просто уничтожить своими мыслями. Точно так же, женщина уничтожает своего ребенка. Когда она очень сильно беспокоится о нем, он начинает нервничать. Он не контролирует себя в этом случае. Вы видите, что жадность это враг. Это сила, которая враждебно действует. Я вам могу привести сотни примеров, как это происходит. Например, девушка хочет выйти замуж. Означает, она хочет воспользоваться этим молодым человеком. Это означает жадность. Это поможет ей выйти замуж или нет? Вы молчите, потому что вы не знаете, что это враг. Я знаю, что это враг. Я это изучал. Многие из вас не знают. Оказывается, если же девушка сильно хочет выйти замуж за какого-то молодого человека, она должна бороться с этим чувством. Потому что иначе она настолько сильно привязывается к нему, она начинает привязываться к нему. И чем больше она привязывается к нему, тем меньше он ее ценит. Он смотрит на нее, думает, ну это и так может быть моей женой. Здесь ничего, особенно напрягаться не надо. Можно поискать еще кого-то параллельно. Она теряет как бы себя, свою индивидуальность. Точно так же, ну с девушками это может быть вам трудно понять. Однако же, когда девушка, выбирай это на самом деле, девушка, а не мужчина. Выбирай девушка. Когда девушка, для нее это очень важно, выйти замуж хорошо. Поэтому в женской природе существует такая как бы вещь, что она не очень привязывается к мужчинам на самом деле. В основном девушки не привязываются, они выбирают. Они изучают. Мужчина очень сильно привязывается. И она выбирает кого? Кто больше к ней привязывается или кто меньше? Кто больше, вы так думаете? Ну вот смотрите, как это выражает сильная привязанность. Он начинает, пожалуйста, стань моей женой. Он теряет себя, он становится слюнтяем. Он плачет. Почему ты меня не любишь? У нее сильная привязанность, она разрушает психику человека. Начинает нервничать, злиться. Или он может... У него может зверские чувства какие-то... Он может на какого-то накинуться там и сбить его до полусмерти. Ради тебя. Он будет таким уродом жить. Это же кошмар. Он может быть в жизни нормальным человеком, но сильная привязанность, она просто лишает человека возможности трезво мыслить. Сильная привязанность означает, что это ужасное. Он начинает приставать к ней на каждом шагу. Он как бы мешает ей жить нормально. Но унижает ее. Тоже из-за сильной привязанности это происходит. Ревность это не что иное, как сильная привязанность. Он может начать ревновать еще до того, как женился. Ну что же мне теперь еще не вышла замуж, и вообще никуда посмотреть нельзя, что ли, кроме него. Она начинает нервничать. Ну тут какой он имеет право? Он еще не мой муж. Почему он не запрещает смотреть на других молодых людей? Я должна выбирать, что он себе позволяет. Она думает, как же я с ним жить тогда буду? Он же вообще мне просто не даст никакой возможности жить. Она не может выбрать такого человека, даже если он может быть очень красивый, образованный и так далее. Сильная привязанность рушит отношения. Однако же давайте возьмем другой вариант. Молодой человек, ему нравится девушка, но он не сильно привязан к ней. Он такой очень, как бы, с чувством собственного достоинства. Он обращает на нее внимание, все, да, он согласен, в принципе, на ней жениться, но он не сильно привязан. Она думает, не надо завоевать сердце этого человека. Она начинает думать о нем больше. Вы согласны со мной, что так происходит или нет? Привязанность разрушает отношения, непривязанность восстанавливает. Однако же, кроме непривязанности, должно быть еще чувство долга. Чувство долга улучшает отношения. Вот смотрите, многие женщины ко мне подходят и говорят, почему я не могу выйти замуж? Я так хочу выйти замуж, но не могу. Из-за того, что очень хочешь выйти замуж. Что же теперь, не хотеть выйти замуж? Нет, надо свое желание направить в другое русло. Жадность мешает выйти замуж, это враг. Как изменить жадность, переправить другое русло? Надо очень сильно, что такое, надо посмотреть, что значит замужество для меня с другой стороны. С другой стороны, замужество для меня означает, что я должна приносить какое-то счастье другому человеку. В чем заключается счастье для мужчины в семейной жизни? Это жена послушная, она заботится, она готовит. Она как бы постоянно думает обо мне, вот она верна мне и так далее. Это означает мужское счастье. Женщина, что она должна сделать? Она должна убить себе жадность. И она должна начать думать о том, чтобы развивать себе такие качества характера, которые бы принесли счастье другому человеку. Это означает бескорыстная деятельность, ведь счастье не мне будет, а другому человеку. В результате женщина начинает совершать аскезы. Она пытается быть послушной, она пытается о всех заботиться, она пытается учиться хорошо готовить не для себя, а для кого-то другого. Она пытается учиться убираться в квартире и так далее. В результате она начинает копить силу, которая притягивает взгляд мужчины. Все начинают на нее обращать внимание. Они думают, о, вот это бы была хорошей для меня женой. Они чувствуют это, потому что от нее идет не то, чего она хочет, а то, что она может дать. Точно так же, один начальник, он сильно хочет эксплуатировать подчиненных. Он хочет, чтобы из них был какой-то продукт труда. Он сильно этого хочет. Когда человек на работу устраивается, он приходит к этому начальнику, вот смотрит на него, очень такими глазами жадными. Сейчас мы с тобой будем сотрудничать. И этот человек с этого предприятия бежит. Он боится там работы. Ну, Господи, не дай Бог мне туда попасть. Жадность не дает вас этому начальнику иметь помощников, подчиненных. С другой стороны, человек, который ищет работу. Он не думает о том, что он будет помогать этому начальнику. Он думает о том, что ему нужны от него деньги. Он приходит к этому начальнику садиться. Кто-то его спрашивает, какова ваша квалификация? А он в ответ, а сколько будут платить? Начальник говорит, до свидания. Дальше разговаривать нечего. Все. Жадность мешает человеку устроиться на работу. Дальше жадность мешает лечиться. Жадность мешает лечиться. Жадный человек хочет быстрого результата. В результате этого он не способен понять самого процесса лечения. Ему кажется, что сейчас должно прийти здоровье. Прямо сейчас. Есть две силы, которые мешают вылечиться. Первое. Отсутствие веры в успех лечения. Второе. Жадность. Все. Больше нет никаких сил. Две силы, которые разрушают возможность лечиться нормально. Жадность является врагом. Человек не может похудеть, если он жадный. Никаких шансов нет. Потому что жадность заставляет поправляться. Если чувства не удовлетворены, жадность означает, что чувства постоянно не удовлетворены. Жадность означает, что я хочу что-то в будущем из будущего вытащить. Не изнастоящего жадность к настоящему не означает отсутствие жадности. Вот если вы сейчас хотите, хотите, чтобы лекция продолжалась. Вам нравится лекция. Это жадность или нет? Нет. Это не жадность. Почему? Потому что это действует, эта сила действует в настоящем. Она действует в настоящем, а не в будущем. Вы хотите продолжение счастья, которое есть. Это не жадность. Это означает совсем другое. Что такое жадность? Это счастье в будущем. Въезжать домой быстрее, там, то да сё. Вы думаете, ну это вы про лекцию так специально говорите. Ну хорошо. Вы придите домой. Какая у вас идея появится дома? Всё быстрее сделать и лечь спать. Означает жадность? Опять счастье в будущем? Вы смотрите даже футбол свой любимый. И то вы думаете о том, скорее бы забили гол. Опять в будущем счастье. Ещё не забили пока. Надо быстрее, чтобы забили быстрее. Так действует жадность. Пока не забили. Сейчас нет. Но потом будет. Счастье сидеть на лекциях не означает жадность. Результат уже на лицо. Счастье сейчас, а не потом. Это означает духовная энергия. Если мы желаем всем счастья и чувствуем радость от этого, это не является жадностью. Однако же это наполняет наши чувства. Итак, когда человек кушает, допустим, в компании людей, как он должен действовать? Он должен желать, чтобы все окружающие люди были счастливы рядом с ним. Он должен хотеть счастья во время еды другим людям. Он хочет хотеть, должен хотеть, чтобы они испытывали счастье. Если же он думает о том, как ему самому испытать счастье поесть, то он испытает счастье от еды или нет? Нет. Нет, потому что когда он будет жевать, он о чем будет думать? О том, что он должен будет съесть потом. Он жует вкусную вещь, он не думает о том, что она вкусная, а он думает о том, что дальше будет. Он хочет взять следующее уже, и он это глотает, не дожевывая. Дальше он берет следующее, потом раз, все кончилось, потому что живот заполнился. И человек не чувствует вкуса от еды. Он думает, что такое? Раньше я кушал, и мне так нравилось все, а сейчас нет. Почему? Потому что жадность мешает. Признак жадности очень быстрая еда. Человек начинает очень быстро есть. Чувства жадного человека притупляются. В результате ему надо очень больше, все больше перчить, солить, там, туда-сё. Ему надо увеличивать вкус. В результате портятся органы. От чрезмерного вкуса увеличивается контраст среды в организме. В результате начинает воспалительный процесс развиваться. Признак жадности. Жадность вызывает воспалительный процесс в организме. Это следующее, что вызывает жадность. Итак, третья стадия – это разрушение здоровья. Четвертая стадия – это разочарование. Человек, который пытается параллельно работать, очень сильно напрягаясь в работе, и так как здоровье уже надорвано, он параллельно пытается изо всех сил лечиться. Но это одно и с другим вместе несовместимо. Почему? Именно эта работа вызвала болезнь. Чрезмерный труд вызвал болезнь. Работу он бросать не хочет, потому что денег мало. Хочется денег. А здоровье он хочет параллельно. А как можно параллельно иметь то, что разрушается? Если вы отпиливаете себе ногу, как можно параллельно ее лечить? Подумайте. Это же шизофрения. Подумайте, вы отпиливаете себе ногу, как параллельно ее восстанавливать? Вы же ее отпиливаете. Точно так же человек, который перенапрягается на работе, он же отпиливает свое здоровье. Как он может параллельно его вылечить? Поэтому следующий этап развития жадности какой? Закономерный этап. Безысходность. Человек чувствует все, у него нет сил на эту жизнь, он не знает, что делать. Он больной, он работать так дальше не может, как раньше. Все. Он испытывает сильное разочарование. Он чувствует, что он не может получить то, чего он в жизни хотел. Теперь жадность это сила, которая заставляет, так как мы чувства-то привязываем вовне, к внешним объектам. Поэтому внешние объекты нам приносят и счастье, и страдания. Поэтому нам кажется, что во всем виноваты только внешние объекты. Поэтому человек, который испытывает разочарование в жизни, он начинает думать, но на самом деле в этой стране, на этой Украине невозможно быть счастливым. Я отружусь всю жизнь, как и шаг. Где деньги, где здоровье, где счастье. Эта система, он говорит, эта система мешает мне быть счастливым. Она не дает мне счастья, а не виноваты. Он показывает на всех пальцах, потому что чувства направлены вовне. Он не понимает, что он сам неправильно действовал, что жадность заставила его двигаться не в том направлении. Он начинает всех обвинять. Эти обвинения начинают распространяться. Сначала они касаются общества в целом. Потом они начинают касаться конкретных личностей. В конце концов, это все заканчивается тем, что близкий человек обвиняет близкого человека. На самом деле, ты виноват во всех моих проблемах. Ты виноват в моей плохой судьбе. Ты не дал мне возможности быть здоровым. Тебе нужны были эти дурацкие деньги, когда я бы уже из последних сил работал. Ты не дал мне пойти лечиться. Ты во всем виноват. Начинается вражда между близкими людьми. Это следующий этап. После разочарования наступает вражда. Начинаются очень сильные проблемы, отчаяние. Человек, он ненавидит всех. Ему кажется, что все виноваты в его проблемах. Им они разрушили мое счастье. Им нужна эта была дурацкая дача. Им нужна была эта машина, на которой я угробил здоровье и так далее. Разрушается семья. Вы правильно сказали. Разрушается семья. Но перед тем, как семья разрушится, есть еще одна вещь, которая разрушается. Это разрушается отношение с детьми. Сначала разрушается отношение с близким человеком, а потом с детьми. Дети, они ведь тоже перенимают настрой. Если семья жадная, означает тянуть для себя, жить для себя. Когда дети находятся внутри семьи, то нет никаких вроде бы проблем. Все для кого? Семья живет для кого? Ну что? Для детей. Она не живет для кого-то там вовне. Означает жадность. Семья живет для детей. Цель жизни – дети. Это означает, дети должны получить образование, богатство. Они должны быть одеты, обуты, сыты. Жадность действует. Цель жадности – это дети. Родители почему так делают, как вы думаете? Это внешняя цель или внутренняя? Потому что дети, они дают им счастье, когда они направляют свое действие на детей, дети сразу становятся хорошими. Они любят своих родителей тогда. И родители испытывают счастье, они видят реальное приложение сил. Я прилагаю силы к детям, дети становятся хорошими, они меня любят. Родители испытывают счастье сильное, когда их дети их любят. Однако же, что происходит в это время с детьми? Дети начинают считать, что они являются центром приложения всех сил своих родителей. То есть, они являются объектом счастья. Жизнь должна протекать для них. Родители, родители, кажутся, ну что плохого в этом? Ничего плохого. До тех пор, пока вы не поймете, что будет дальше, а дальше будет следующее. Ребенок, вырастая с такой идеей, что вся жизнь должна крутиться вокруг него, в конце концов, выпадает постепенно из-под сферы влияния родителей. Он, оставаясь жадным, после 13 лет уже уходит из-под влияния родителей. Он постепенно становится все больше самостоятельным и независимым. И после 13 лет у него начинает развиваться половое чувство. Половое чувство бывает по отношению к родителям или нет? Только у американцев. У нас пока мы еще до этого не докатились. Полового чувства по отношению к родителям не бывает. Таким образом, свое желание действовать, ребенок начинает направлять вне семьи, а не внутрь. Таким образом, родители ждали от него и результата. Они жили для него и думали, когда же этот ребенок вырастет и будет жить для нас. Однако же этот ребенок, когда вырастает, он думал, я центр счастья. Он начинает направлять свою психическую энергию на поиск того, кто будет дальше его наслаждать, потому что для него более значимым становится половое чувство. Он хочет полового наслаждения. Он уже не хочет просто кушать, быть защищенным родителями. Ему этого мало. Ему нужно половое чувство удовлетворить его. Поэтому ребенок находит удовлетворение своего палачевого чувства. В этот момент происходит нечто удивительное для родителей. Они в какой-то момент раз и теряют объект своего счастья. Они всю жизнь жили для этого ребенка. Они заботились о нем и думали, что когда-то это даст свои плоды, потому что я же действую бескорыстно, я для него живу цель моей жизни он. А потом он раз, тю-тю. И дальше что происходит? Дальше у него создается своя семья. Это означает, что его центр счастья находится внутри, так как жадность, идея жили себя превалирует в нем, воспитали так родители его, что он центр, центр, он. Означает, он начинает сильно заботиться о своей жене, о своих детях. И будет он при этом сильно заботиться о своих родителях, нет? Они же находятся вне сферы их во влиянии, его счастье. Родители уже сами по себе живут, а я сам по себе. Родители живут отдельно. Хочется мне для них сильно делать. Ну надо там, ну надо, надо маме, конечно надо. Надо маме, папе. Родители так думали, нет, они думают, надо отдавать ребенку, это же очень важно для ребенка жить. Ребенок вырастает, ну надо, да. Старенькие родители, ну пока живут еще, надо помочь. Это одинаковое чувство, я сейчас описал, или разное? Отдача есть, нет? Нет. Жадность означает враг. Родители с жадностью хотели счастья от своего ребенка. Они хотели жить для него. Результат страдания. Этот синдром, очень выражен синдром сильной депрессии. Он выражен у женщин обычно с 45 до 55 лет, когда они теряют общение со своими детьми. Потому что женщины больше привязаны к детям. В результате дети находятся, женщины находятся в шоке. Им нужно несколько лет, чтобы оклематься от этого серьезного удара, который происходит по их судьбе. Дети, оказывается, не сильно привязаны ко мне. Они привязаны больше к своей новой семье. А я, отдавая всю жизнь им, на самом деле осталась в стороне. Означает деятельность этого врага, которая называется жадность. Он действует не так, как мы думаем. Он сначала нас притягивает к чему-то и говорит, все хорошо, в будущем будет счастье, не волнуйся. Построишь свою большую дачу трехэтажную, потом смотри, сколько счастья. Ты будешь приезжать на эту дачу, она такая большая, там столько мебель, там так хорошо. Там очень большой участок, фрукты, большие яблони, апельсины, груши. Там туда все. Жадность. Говорит, в будущем будет счастье. Ну хорошо, давайте представим, что дача построена. Давайте представим, что Бог туда послал много мебели. Бог вырастил там фрукты. Все Бог сделал, допустим. Ну, допустим, пускай будет так. Все сделал Бог. Теперь вы туда приезжаете. Вы туда приехали, поселились в этой даче. Подметать надо? Надо. Мебель протирать надо? Надо. Фрукты собирать надо? И самое главное, знайте, что не только вы так думаете, что фрукты надо собирать. Об этом думают многие. Поэтому нужно охранять все это, потому что мебель нравится не только вам так же. Вот. И этот дом тоже большой, тоже может быть кому-то уже понравился. Кому-то сильному, какому-то очень человеку, с большой пушкой. Вот. Это тоже все надо учитывать. И человек, который поселяется в этом доме, он живет там несколько дней, он в ужасе. От того, к чему он стремился. Он видит, что на самом деле, эта вся собственность, она вызывает столько беспокойств. Надо все это охранять. Надо быстрее собирать урожай, чтобы никто не собрал до меня. Надо заботиться за этими деревьями, потому что колорадские жуки там и все эти гусеницы, они тоже любят деревья. Точно так же. Они счастливы очень жить там. Вот. И кошки всякие там, и крысы. Это означает страдание. Все, что я перечислил, означает сильное страдание. Человек стремился же к чему? Что у него большой дом, что фрукты там, все хорошо. Он гуляет по саду, он видит себя в этом состоянии. И потом результат какой? Он пашет, как Папа Карло в этом саду. И не знает, когда это кончится. И он думает, Господи, зачем же я его построил? Так действует жадность всегда. Если человеку по судьбе положен дом, значит, будут положены ему и возможности его содержать. Потому что он не прилагает сильно больших усилий к тому, чтобы иметь. Но если он все свои силы отдает на это, потом результат страдания. Потому что по его судьбе это не положено. Допустим, для одного богатая машина, она естественна. У него богатый дом, везде охрана. Он эту машину ставит, он не замечает ее, потому что она действительно защищена. Допустим, бедный человек копит всю жизнь деньги на эту машину. Дальше? Что дальше? Куда он ее поставит? Где она будет защищена? У него нет богатого дома, богатой охраны. На машину все смотрят. Это означает жадность. Дальше? Очень стиральная машина со светодистационным управлением. Ну хорошо, но купили вы ее, поставили себе в дом. Дальше что? Стирать на ней опасно, лучше руками. А вдруг сломается? В основном надо руками стирать, пусть стоит. Ну иногда, конечно, надо что-то постирать на ней. Очень важное что-то. Ну допустим, вы этого не поняли и начали стирать на ней постоянно. И что дальше? Она просто оп и сломалась. Вы на это рассчитывали, нет? И дальше ее надо ремонтировать. Чем дистанционнее управление, тем больше денег надо отдавать. Понимаете, в этом все проблемы. Это означает жадность. Жизнь не по карману, а означает жадность. И я вам могу все сферы жизни описать. В абсолютном, вот любую сферу. Давайте жадность уничтожает счастье везде. Это враг, который действительно действует как враг. И мы должны разобраться в этом вопросе. Теперь что же делать? Оказывается, что человек должен быть счастлив, и это факт. Человек должен быть счастлив, и это факт. И желание счастья, оно безграничное. Отношения в семье рушатся в результате жадности. Это означает, вот когда ты будешь для меня это делать, тогда я буду для тебя это делать. Это означает жадность до того, чтобы жил для меня. Как исправить ситуацию? Надо начать жить для близкого человека и искать счастье в этом. Счастье в том, чтобы требовать чего-то. Не бывает. Оно рушится. Надо отдавать счастье другим. В этом настоящее счастье. Если жена начинает заботиться о муже бескорыстно. Бескорыстно означает, она не говорит, когда ты обо мне будешь заботиться. Она не говорит это, она просто ей счастлива заботиться о нем. Теперь поднимите руку, кто не верит, что возможно быть счастливым, заботясь о ком-то. Честные люди есть, нет? Если вы верите действительно в это, попробуйте, пожалуйста. Потому что слушать лекцию это еще не означает так делать. Оказывается, что первый этап заключается в том, что мы начинаем действовать, что-то делать для других людей. Мы не испытываем от этого никакого счастья абсолютно. Попробуйте сейчас, придите домой, раскройте свои глаза. Придите домой. Муж пьяный лежит. Попробуйте ему пожелать счастья. Сядьте рядом с ним и говорит, повторяйте. Я желаю тебе счастья, гад такой. Попробуйте. Очень трудно. Я желаю тебе счастья. Все, сейчас силы нету. Или, допустим, вы пришли домой. Надо готовить. Допустим, там муж кушать хочет, он голодный с работы пришел. Попробуйте начать готовить так, чтобы бескорыстно. Он же все равно ведь не оценит. Он такой труд, он просто съел. Тебе кабачки понравились? А что там кабачки были? Он не оценит. Он не оценит. Надо испытывать счастье от самого процесса. Очень трудно это сделать. Надо испытывать счастье от самого процесса приготовления. Я готовлю для других людей. Надо испытывать счастье? Невозможно. Сразу невозможно. Поэтому ведическое знание говорит, для того, чтобы избавиться от жадности, победить этого врага и быть действительно счастливым в семье, на работе, с детьми. Для этого нужно сначала все делать из чувства долга. Вот, допустим, первый этап пожелания всем счастья. Я вам сейчас объясню, как люди желают всем счастья. На первом этапе. Они садятся, это называется медитация. Они садятся так. Я желаю всем счастья. Они ждут счастья для себя. То есть они повторяют, я желаю всем счастья. На самом деле цель этого пожелания какая. Я такой хороший человек, на самом деле, что я желаю всем счастья. Дальше некуда. Вот, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. У меня аж волосы дыбом стоят от того, какой я хороший человек. Я счастья при этом желаю? Нет. Я просто думаю о том, какой я хороший человек, что я всем желаю счастья. Или второй вариант, я желаю всем счастья, а вдруг кто-нибудь это заметит, что я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Как он обо мне подумает, если я так повторяю. Он может быть сотрудник на моей работе, я просто не знал. А я тут дурака валяю. И сижу всем желаю счастья. Потом он обо мне говорить начнет. Там всем скажет, а на самом деле вот. Он на лекции ходит. Это означает то, чем мы занимаемся на самом деле. Веды говорят, из чувства долга. Что это значит? Из чувства долга означает, мы ставим цель, пытаемся проверить, что будет. Допустим, некоторые из вас, подслушав лекцию, говорят, да нет, это все ерунда, это все не работает, ерунда. Но это безосновательно, господа. А вы проверяли? Вот попробуйте, возьмите, начните из чувства долга желать всем счастья. Какое-то время вы не будете чувствовать никакого результата. Так говорят веды. Потому что деятельность благости, благостная деятельность, благочестивая деятельность сначала горька на вкус, а потом сладкой становится, только потом. Точно так же развитие всей правдивости. Почему многие люди не любят говорить правду? Потому что это горький на вкус сразу, горький вкус от этого возникает. Говорить правду очень тяжело. Это дает горький вкус сразу, а потом это приносит счастье со временем. Человек правдивый человек, приобретает хороших друзей, он способен видеть мысли другого человека, правдивость становится, делает ум как прибор. Ум способен различать добро от зла, хорошее от плохого и так далее. Только правдивый ум способен на это. Но сначала неприятность, потому что говорить правду очень тяжело. Точно так же я желаю всем счастья, с целью осчастливить не себя, а кого-то другого. Какое-то занятие непонятное совершенно. Я когда начинал это делать, я думал, Господи, ну когда же я буду чувствовать счастье-то? Я уже желаю счастья столько времени, никакого счастья не чувствую. И только потом я понял, что чувствовать счастье надо научиться от самого процесса. Я желаю всем счастья, в этот момент ты должен быть счастливым от того, что ты желаешь другим счастья. Ты должен быть счастливым именно от этого. И секрет только в том, секрет такой, если ты действительно искренне, бескорыстно хочешь пожелать всем счастья, в этот момент происходит ощущение счастья. Как только бескорыстие закрывается, сразу это ощущение пропадает. Мы можем, допустим, готовить мужу пищу, желая для него что-то, но полного бескорыстия нет, значит счастья тоже не будет. Однако же, если есть полное бескорыстие, то жена, готовя своего мужа, она уже счастлива, не зная, как это воспримет муж. И оказывается, что удивительная вещь заключается в том, что точно так же, как жадность распространяется вокруг, когда человек хочет что-то для себя, все тоже начинают напрягаться, хотеть для себя. Точно так же и бескорыстие, эта сила жадности до бескорыстного счастья тоже распространяется, точно так же, как эта зараза. Оно, она является другом. Когда человек искренне что-то хочет для другого человека сделать, у того он немножко переворачивается внутри. Понимаете, может быть муж и хочет, допустим, покушать просто, если ему наплевать, что там жена ему бескорыстно делает. Однако же, если она действительно бескорыстна, с силой бескорыстия действует на него, у него возникает такое чувство необычное. Он начинает немножко так вздрагивать. Он чувствует, что что-то не то. Как-то так вот не то что-то. Начинает чувствовать, что жена как-то по-другому стала другим человеком. Он начинает чувствовать некоторое уважение, опасение. Думает, что-то не то. Это работает во многих случаях. Я в своей жизни сталкивался с этим моментом. Я некоторое время путешествовал со святым человеком. Я не понимал, откуда он берет деньги. Он постоянно ездит везде по всему миру. Я думаю, откуда он берет деньги? Он же не работает. Он приходит к людям, начинает им говорить просто о духовном, просто о Боге. Ему ничего не надо от них. Я его как-то спросил, а где деньги? У тебя есть деньги, у вас есть деньги на то, чтобы дальше ехать? Он говорит, да, разве это важно, есть они или нет. Я могу здесь остаться, нет проблем. А на окажу, у него деньги появляются. Откуда они берутся у него? Эти люди приносят и говорят, я хочу вам денег дать. Он говорит, да мне не нужны деньги вообще. Они говорят, нет, я хочу. Понимаете, удивительно. Я видел это. За каких-то пять дней этому человеку давали ровно столько, чтобы на самолете перелететь. Из России, там, в Данию, что ли, куда-то. Вот так он постоянно путешествует по всему миру. Это не означает, что жадность можно использовать для того, чтобы... То есть, бескорыстие можно использовать для того, чтобы деньги собирать с населения. У него такой идеи нет совсем. Понимаете, в этом вся проблема. Он не хочет этого. И поэтому Бог ему дает деньги на то, чтобы он дальше ехал. Он давал людям свое знание духовное. Это очень трудно понять. Эту идею понять практически невозможно. Кажется, что так не бывает. Я лично своими глазами видел, что так бывает. Это означает для нас на практике, означает то, что если вы хотите просто иметь средства на жизнь обычные, просто станьте бескорыстными людьми, начните желать всем счастья, получите радость от этого процесса. Станьте бескорыстными, и что произойдет в этом случае? Люди потянутся. Люди потянутся к вам. Они захотят с вами вместе быть. Потому что они будут испытывать от вас счастье. Они не будут испытывать от вас напряжение. Они будут испытывать от вас счастье. Однако же, есть секрет. Человек не может своими силами получить эту идею бескорыстия. Он не может сам взять и стать бескорыстным. Эту силу, эту идею нужно от кого-то перенять. Так говорят веды. Человек может получить какую-то силу внутри себя, только в том случае, если он будет общаться с тем, кто эту силу имеет. Так, например, главный, как бы, один из главных постулатов бизнеса. Если ты способен быть другом миллионера, ты сам становишься миллионером. Попробуйте подружиться с миллионером. Вы можете с ним подружиться? Если вы придете к нему и будете жадными глазенками на него смотреть, он сразу скажет. До свидания. Если вы ничего ему не можете дать, значит, он с вами не будет дружить. Но у вас ничего нечего. Как же можно дружить с миллионером? Может ли человек дружить с миллионером, если у него ничего нет? Может, если он очень бескорыстный. Миллионеру нравится этот человек, потому что он только дает, он ничего не просит. Все остальные от него все просят, они не друзья. Но этот человек ничего не просит, поэтому он друг. Как только он попросил, значит, он не уже перестает быть другом. Он ему говорит, до свидания. Но невозможно, если ты корыстный, невозможно не попросить у миллионера. Можно ходить рядом с ним, делать бескорыстный, но в какой-то момент все равно захочется попросить. Так? И на этом дружба закончена. Однако же, если человек постоянно остается бескорыстный, миллионер сам сделает так, чтобы тот имел то же средство на жизнь. Ему будет стыдно, что рядом с ним нищий человек живет. Понимаете? Успех заключается в бескорыстии. Жадности нет успеха. Очень быстро подружишься с миллионером, станешь таким же миллионером. Очень быстрый результат, так говорят веды. Однако, сила бескорыстия, вот в чем проблема. У миллионера этой силы бескорыстия гораздо больше. Поэтому он миллионер. Если бы у него было меньше, он бы был... Чем больше жадный человек, тем меньше денег. Это надо понять. Очень трудно это понять. Однако же, веды говорят, нет смысла даже думать о том, чтобы стать миллионером. Это не принесет счастья. Счастье находится в другой сфере, в духовной сфере. Поэтому, используя этот принцип, что можно перенять от кого-то что-то, только имея с этим человеком отношения, а само по себе бескорыстие получить невозможно. Невозможно понять, как от этого приходит счастье. Поэтому веды рекомендуют научиться дружить с тем, кто имеет больше бескорыстия. И тогда ты становишься автоматически бескорыстным. Для этого не нужно много денег. Для того, чтобы дружить с теми, кто имеет бескорыстие, нужно просто желание быть бескорыстным. И все. Они принимают в свою среду людей проще, чем миллионеры. Результат. Тот же самый. Человек обретает все. Но есть еще один секрет, который гораздо глубже, чем то, что я сказал. Согласно ведическому знанию, существует Бог, который самый бескорыстный. Бескорыстнее Бога нет. Когда я сказал это слово Бог, сразу возникает какое-то такое ощущение, что что-то не то. Мы туда попали. Так действует эта сила. Существует сила, которая защищает нас от самой этой идеи. Ученые многие изучают. На самом деле цель науки разобраться в том, как создана Вселенная. Она создана с помощью разума или создана хаотически. В основном ученые склоняются к идее, что она создана хаотически. Они даже не хотят разбирать эту идею, что она создана разумом. Почему? Потому что они боятся этой идеи, что есть Бог. Так же, как все остальные люди. Они просто боятся этой идеи, не хочется разбирать эту тему совсем. Они не исследуют ее. Поэтому вы спрашиваете меня, почему Веды такое глубокое знание? Я вам сейчас дешевое знание рассказал, нет? Очень глубокое знание. Оно не раскрыто людьми. Потому что Веды говорят, конечная цель Вед означает постижение Бога. Что существует Бог, что Вселенная создана разумом. И Веды говорят, если ты хочешь очень быстро научиться быть бескорыстным, подружись с самой бескорыстной силой. Подружись с Богом, почувствуй, что Он есть, почувствуй Его присутствие. Для этого нужно повторять имена Бога. Повторяя имена Бога, человек автоматически контактирует с Ним. Знание тайное. Тайное знание не означает, что невозможно услышать. Тайное знание означает, что невозможно понять. Потому что, что я вам сказал, понято, но мало кем будет. Так или иначе, Веды, я вам все равно имею своим долгом сказать, что... Веды говорят, если вы хотите получить полное бескорыстие, повторение имен Бога в той вере, в которой вы находитесь, дает эту силу немедленно. Человек начинает чувствовать счастье от деятельности для других. И в результате он вырывается из этого круга постоянной вражды, сплетен, неудовлетворенности в жизни. В результате он, испытывая счастье в деятельности для других, он никогда не будет испытывать страданий. Он становится независимым в том плане, что он никогда не будет несчастен, даже находясь рядом с несчастным человеком. Кто такой несчастный человек? Тот, кто чего-то недополучил. Когда человек несчастный, автоматически рядом с ним все становятся несчастными, потому что он сеет вокруг себя эту среду. Он постоянно бубниет, ну этого не хватает, он постоянно недоволен. И это вызывает недовольствие у окружающих, он сеет эту идею вокруг себя. Однако же бескорыстный человек будет счастлив даже рядом с таким человеком. Потому что ему все равно, кому приносить счастье, жадному или нежадному, отчаявшемуся или нет, озлобленному или не озлобленному. Не имеет значения, он испытывает счастье, трудясь для других. В этом заключается секрет. Понять этот секрет очень сложно, но я вам рекомендую начать действовать в этом направлении, потому что веды говорят, другого пути все равно нет. Стремясь удовлетворить свои чувства и не удовлетворять других, это стремление приводит к развалу семьи, к ухудшению отношений на работе, к ухудшению отношений с детьми, к болезням, разочарованию в жизни, надрывному труду и так далее. Другого пути нет, поэтому. Поэтому нужно изучать этот вопрос, пытаться понять, как действовать бескорыстно. Очень трудно это сделать, реально, но другого выхода нет. Какие вопросы у вас по этой лекции? Да. На лекции вы приводили к примеру о жене и пилоте. Когда жена вымала, она успокоилась, что у пилота были проблемы. Что может сделать пилот для своей жены, чтобы она перестала так думать о нем? Тем самым, чтобы он спокойно было хорошо. Что может сделать пилот для жены? То же самое, он должен желать ей счастья, он должен понять, что она находится под влиянием этой силы, которая заставляет ее беспокоиться о нем. Если он понял, что она о нем беспокоится, он должен просто желать ей счастья. Другого выхода нет. Что он может еще сделать? Он не может ей крикнуть в самолете, перестань так думать о мне! Я падаю! Это не поможет. Надо желать ей счастья, другого выхода нет. Итак, дальше записка. Вы говорите о деньгах, думать не надо. Что это жадность? А как без них? Если у меня кончились деньги, то без них я не могла прийти на вашу лекцию. Разумно. А я же уже привыкла приходить сюда, из-за этого я страдаю. Я села на иглу. Как мне быть я пенсионеркой? Мне негде взять денег. Выходит, без денег нет жизни. Совершенно верно, вы правы, без денег нет жизни. А с ними жизнь намного интереснее. Тоже правильно. Что это жадность, если ты без них не можешь позволить самого необходимого? Так в этом вся проблема заключается, что жадность сделала человека нищим. И он не может ходить на лекции. Мы же об этом говорили. В этой записке вскрыться суть всей лекции. Понимаете? Вот смотрите, давайте изучать эту записку. Она очень мудрая. Вы говорите, думать о деньгах не надо. Что это жадность? А как без них? Вот смотрите, если человек думает о деньгах, то он становится нищим. Человеку кажется, как я не буду думать о деньгах? Ведь без них не проживешь. А думая о деньгах, человек привязывается к ним и становится нищим. У него появляются сильные потребности эти деньги тратить потом и так далее. Мы эту цепочку с вами раскручивали. Оказывается, тот, кто думает о деньгах, теряет деньги. А тот, кто не думает о них, приобретает. Но не думая о деньгах, сразу деньги с неба не посыпятся. Нужно эту привычку в себе желать не себе счастья, а отдавать другим, выработать сначала. Потом ее нужно культивировать, и только потом она даст свои плоды. Понимаете, сразу вот ты начинаешь думать о других. Плодов сразу не будет. Это факт, сто процентов. Я согласен с вами, что бедность это несчастье, это страдание. Но, как вырваться из бедности? Ведь все люди думают о деньгах. Но это не значит, что все от этого богатеют. Все от этого беднеют. Они привязываются к деньгам, начинают хотеть чего-то для себя. Они чувствуют себя неудачниками. Понимаете, идея в чем заключается или нет? Жадность заставляет думать, что надо думать о деньгах, иначе денег не будет. Но это иллюзия. Я вам все лекции это доказал, но все равно подобные записки приходят, потому что понять это очень сложно. Очень сложно понять, что это иллюзия. Человек, который остался без денег, о чем он должен думать? Он должен думать о том, как начать помогать другим людям, иначе у него никогда денег не будет. Вот посмотрите, он сидит без денег. Так, это психология нищего человека. Он сидит без денег. Что ему не нужно, он думает? Мне нужны деньги. Если у человека хоть немножко есть разум, что он будет думать? Он будет думать, мне нужна работа, чтобы как-то помогать людям, что-то делать для них, чтобы они давали мне средства на жизнь. Абсолютно нищий человек что думает? Зачем я буду работать? Мне просто деньги не нужны. Мне не нужна работа. Зачем я буду работать? Это уже не жение для меня. Я хочу денег, и все. Он их выходит на улицу и просит их. Вы что думаете, на улицу выходят только коллеги, там люди неработоспособные? Если сейчас всех попрошаек выстроить в ряд, из них только половина будет таких. Вторая половина какая? Люди работоспособные, которые как-то научились обманывать, что это так. Они не хотят просто работать. Они хотят сразу денег. Это означает жадность. Жадность их делает попрошайками, то есть нищими людьми. Они вскоре входят в серу отношений с нищими людьми. Понимаете? Они строят между ними. Если ты строишь отношения между нищими людьми, то становишься нищим. Строишь отношения с миллионером, становишься миллионером. Мы говорили с вами об этом. Вроде бы он думает, нищие на самом деле попрошаем, ничего не делают, имеют много денег. Но на самом деле результат этого, он становится нищим. Почему? Потому что он дружит с нищими людьми. Он пригласит. Если он дружит, он может своего друга в дом пригласить? Может или нет? Друг друга в дом пригласить? Может. Но если он нищего человека в дом приглашает, то и он останется без штанов. Потому что этот нищий человек его обворует просто и все. Это означает психология. Не та психология. Человек, думая, что ему сразу нужны деньги, он теряет их, потому что он общается с теми людьми, которые очень жадны, точно так же, как он. Каждый человек общается с теми, с кем он живет, сотрудничает. Поэтому с жадными человек общение означает, его ограбят просто и все. Ему не до... Он вроде бы собирает много денег, когда он просит деньги. У него хорошая точка. Но результат, он просто остается без этих денег, его грабят. Понимаете? Там другие отношения. Ему могут просто убить, чтобы он на этой точке не стал, чтобы занять ее. Это уже другая жизнь совсем. Она не приносит счастья. Поэтому человек не должен думать о деньгах, когда у него их нет. Он должен думать о том, как надо помогать другим людям, чтобы были деньги. В этом заключается идея. Надо понять просто это. Это очень сложно понять. Поэтому такие записки... А? Я же уже вам объяснил, как стать миллионером. Для этого надо быть очень бескорыстным человеком. Но вы не поняли? Понять это очень сложно. Почему вы не поняли этого? Потому что наша жизнь не находится в сфере той темы, которую я объяснил. Мы же так не действовали никогда. Как мы можем это понять? А? Надо начать так действовать. Мы сейчас будем этим заниматься. Мы будем желать всем счастья. Мы начнем желать всем счастья и думать, скорее вы домой. Но надо пересеять эту идею в голове. Надо начать испытывать счастье от этого процесса. Очень трудно. Тема не из легких. Тема, о которой я сегодня говорю, не из легких. Как преодолеть в себе жадность по знаниям новому, новой информации? Хороший вопрос, спасибо. Как преодолеть в себе жадность по знанию, к новой информации? Эту жадность себе преодолевать не надо в полной степени. Это не означает та жадность. Жадность по знаниям бывает двух видов. Первая жадность до новой информации. Это не та жадность, которая приводит к счастью. Человек такой просто рассредотачивает свою как бы энергию психическую. Он все время новое что-то изучит, узнает, но у него не хватает сил постичь все это, то, что он узнает глубоко. Это означает не та жадность, которая приводит действительно к счастью. Знание дает счастье. Жадность по знанию не является каким-то чем-то плохим, но надо знать, в чем она заключает, секрет жадности к познанию. Жадность по секрету жадности к познанию означает, жадность к познанию не разных вещей, а к углублению познания одной. Возьмите просто сейчас, бросьте все и начните изучать, как стать бескорыстным человеком. Если вы сосредоточитесь на этой цели и продвинетесь в этом направлении далеко, вы увидите, что уже через год ваша жизнь станет совсем другой. Я вас уверяю в этом. Поднимите руку тех, кто действительно так уже сделал, кто смог это сделать из прошлого года? Ну, хотя бы шесть человек. Это результат уже, понимаете? Они, их жизнь изменилась очень сильно. Но это сделать очень сложно. Потому что нужно делать, кажется, что нужно делать много всего. Однако сделайте одну эту вещь, и все изменится само. Так говорят веды. Надо действовать наверняка. Почему? Взяли и изобрели ядерную бомбу. Потому что она действует наверняка. Если она шарахнет, то все будет уничтожено. Никаких проблем. Нет, ну, конечно, проблемы есть. Но идея сама, понимаете? Ведическое знание тоже действует, как ядерная бомба. Ведическое знание называется шастра. Что такое шастра? Шастра означает оружие массового поражения. Другой перевод шастра – это оружие массового поражения. Почему это ведическое знание – это шастра? Потому что, когда человек постигает суть вед, он делает одну вещь, и вся жизнь его изменяется. Ему не нужно много вещей делать. Он одну делает – результат налицо. Вся жизнь меняется сама. Он не рассредотачивается, он, наоборот, сосредотачивается. Понимаете? Но эту одну вещь сделать тяжелее всего. Потому что, да, мы даже не понимаем, о чем речь идет. Что нужно делать, собственно. Мы не знаем, что нужно делать. Нам кажется, какое это действие, я желаю всем счастья. Что это за действие? Денег от этого не прибавится, нам кажется. Но вы не пробовали просто? Попробуйте. Вы увидите, что прибавится. И не только денег, но и мозгов. Это очень важно тоже поднимать, эту штуку. Итак, если явно занижена самооценка, что делать? Оказывается, самое высшее достижение человека – это смирение. Смирение дает все виды благ. Но это не означает заниженная самооценка. Заниженная самооценка означает, что человек сильно много хотел в жизни, но не получил. Он не чувствует, что он способен. Однако же, если человек сильно много хочет отдавать, как он может это не получить? Подумайте. Если вы захотите отдать всю свою одежду, вы спокойно можете сделать это прямо сейчас. Так? Никаких проблем, кроме того, что голым останешься. Вот. Никаких проблем нет. Проблема лишь в том, что этого делать не надо. В этом нет смысла. Однако же, человек должен отдавать не одежду, а свою психическую энергию. Если он хочет желать постоянно всем счастье, то ему запретит. Как самооценка может занизиться от этого? Никто не запретит. Пожалуйста, действуйте. Бескраничная сфера деятельности. Однако же, возможность брать ограничена всегда. Попробуйте взять слишком много. Кто вам даст? Даже чуть-чуть, да, и то не дают. Не то, что слишком много. Даже на лекцию без денег не пускают. Не то, что там слишком много. Даже чуть-чуть не возьмешь. В этом вся проблема. Поэтому, заниженная самооценка означает, что человек не способен, не добился того, чего хотел в жизни. Но он свои силы прилагал не в том направлении. Поэтому и самооценка стала занижена. У него много желаний. Но эти желания были приложены не в ту сторону. В этом вся проблема. Следующая записка. Скажите, бывает жадность в отношениях человека к Богу? Конечно, бывает. Я об этом и говорю. Это самое главное. Надо иметь жадность в отношениях с Богом. Надо вырабатывать ее. Надо хотеть отношений с Богом очень сильно. И эта жадность дает счастье. Надо тоже сильно хотеть бескорыстных отношений с людьми. А с Богом корыстных отношений завести невозможно. У него нет таких идей просто в его сознании. У Бога нет корысти совсем. Однако же у людей есть корысть. И поэтому с ними очень трудно строить отношения. Ты вроде бы бескорыстные отношения с людьми строишь, а они пользуются этим бескорыстием и тянут с тебя его. Говорят, ну давай, давай, будь бескорыстным. Я тебе сейчас помогу. Оказывается, веды говорят, что есть знания о том, как жить в корыстной среде бескорыстным. Это возможно? Если человек, ты делаешь ему бескорыстно, он тянет себя. Это не значит, ты должен перестать ему делать. Не надо делать то, что ты делал, потому что это не дает ему счастье, не приносит. Он становится более жадным. Но делай что-то другое. Например, если ты желаешь ему счастья, как он может этим пользоваться? Ты желаешь ему счастья. Как он может это использовать в корыстных целях? Да никак. Он просто будет рад тебе и все. Но это корыстная цель разве или нет? Это хорошая цель. Если тебе кто-то рад, разве это плохо? Это хорошо для всех. Есть благостные люди. Благостный означает бескорыстный человек. Такого человека, если ты что-то делаешь бескорыстно, он тоже будет хотеть тебе бескорыстно делать. С таким человеком можно вести дружбу. Веды говорят, вы говорите, а где таких взять? Человек строит отношения в той сфере, в соответствии с какими, какие черты характера у него есть. Развейте в себе бескорыстие, вы увидите бескорыстных людей вокруг себя. Пока нет бескорыстия, увидеть их невозможно, потому что они находятся в другой сфере общения, они рядом с вами. Развейте в себе бескорыстие, вы увидите бескорыстных людей. Вы сможете с ним строить настоящую дружбу, жить для них. И они никогда вас не подведут. Они никогда не будут пользоваться тем, что вы им отдаете все. Они будут стараться сами отдавать. Дальше, есть люди, которые находятся в страсти, большинство людей. Когда им что-то отдают, они хотят это взять. Но из чувства долга могут что-то отдать назад. То есть ты мне дал, а я тебе тоже даю все. Но я же тебе дал с чистым сердцем, а ты мне даешь просто так, чтобы отвязаться от меня. Это означает страстные люди. Поэтому с страстными людьми нужно строить формальные отношения. Желать им счастья бескорыстно со всех сил надо. Но строить с ним формальные отношения, это значит, что мы не надеемся от них что-то получить. Если я, однако же у нас есть семьи, дети и так далее. Если дети, муж, жена, дети находятся в страсти, что значит? Надо выполнять так и так перед ними свои обязанности. Поэтому надо бескорыстно жить для них. Все равно же жить для них надо. Надо жить для них бескорыстно и желать им счастья. Однако же, и что дальше произойдет? Они станут бескорыстными постепенно, они поменяют свое сознание. Не сразу, но постепенно. Однако же, если человек этот находится со мной в формальных отношениях, попробуйте установить, как надо действовать бескорыстно по отношению к нему. Просто желайте ему счастья и стройте с ним на работе деловые отношения. Знайте, что если вы будете для него делать что-то бескорыстно для этого человека, он будет пытаться пользоваться этим. Значит, ему не нужно делать это материальное бескорыстие, ему надо давать духовное бескорыстие, просто желайте ему счастья и все. Но если у вас есть обязанности перед ним, выполняйте с любовью перед ним свои обязанности. Если нет обязанностей, никаких не выполняйте, держайтесь от него в стороне. Если есть, нужно сотрудничать с ним, сотрудничать, но делайте это бескорыстно. Если он страшный человек, он из чувства долга будет отдавать назад, а если он не будет отдавать, ну и не сотрудничайте с ним тогда. И опять это бескорыстно делаете. Проблем никаких нет. Вы проверяете человека. Вы делаете что-то для него бескорыстно, он не хочет отдавать. Если он способен разу разуму хватает у него отдавать, то, пожалуйста, можно с ним строить деловые отношения. Если у него не хватает разума отдавать, ну и сотрудничать с кем-то другим какие проблемы. А если вам не с кем сотрудничать, то вам деваться некуда. Вам придется все равно с ним сотрудничать. Но делать ровно столько, сколько положено по инструкции, по отношению к нему на работе. Сколько надо, сколько делать, не больше. Но из-за всей души надо желать ему счастья. Это вид пожертвования, который надо отдавать всем. Таким образом надо изучать, как жить бескорыстно. Эта тема очень сложна. Люди думают, а это невозможно, потому что без штанов останешься. Все, вся философия. Однако же философия гораздо сложнее, чем кажется с первого взгляда. Человек может в любой среде жить бескорыстно, но он должен знать, с какими людьми как строить свои отношения. Невежественный человек тот, который просто всех ненавидит. Он хочет пользоваться другими людьми, совершать насилие над ними. Если он является вашим мужем или вашим сыном, вы должны все равно желать ему счастья, жить бескорыстно по отношению к нему. Однако надо держаться от него подальше. Надо выполнять от него такие, перед ним свой долг. Надо, а куда деваться. Но делать это так, чтобы было все незаметно, шито, крыто. Не надо с ним строить каких-то глубоких отношений. Он просто вас уничтожит. А если этот человек монстр, живите ищи. Можно жить счастливо рядом с ним. Выполнил свой долг и все. Я приготовил у меня поесть. Конечно, приготовил. Смотри, вон там стоит на столе. Все. А почему так мало? Прости, сейчас еще приготовлю. Все. А я хочу еще больше, чем ты можешь. Я еще больше приготовлю. Нет проблем. Молодец. Все. Любого монстра можно удовлетворить. Все равно же придется ему готовить, сколько он хочет. Иначе он визобьет, там еще что-то сделает. Деваться некуда. Однако же в одном случае человек это делает с удовольствием. А в другом случае он будет страдать. Он говорит, ты наел мне, сколько ты хочешь есть. Он будет бить просто и все. Поэтому с разными людьми надо понять, как строить свои бескорыстные отношения. Со всеми по-разному. Это очень важно понять. Иначе счастья-то не будет. В этом вся проблема. Мы строим, выполняем свой долг перед всеми людьми. Если они, мы перед ними должны выполнять свой долг. Хоть невежественные, хоть страстные, хоть благостные. Не имеет значения. Мы должны перед ними выполнять свой долг. Иначе мы будем страдать. Мы выполняем желаемым счастья. Все. Счастье остается. Ну, допустим, рядом с вами живет собака. Она тоже невежественная. Абсолютно невежественная. Она хоть скучно начинает гавкать. Или кто-то там мимо площадки пробует. Она подбежает, начинает орать. Она абсолютно... Мне нет мозгов у собаки. Она гавкает. Ну и что? Она же собака. Просто относитесь к ней как к собаке. Желать ей счастья. Но мозгов-то у нее нет. Поэтому не думайте, что если вы будете ее гонять палкой по квартире, она перестанет гавкать на тех, кто проходит мимо по площадке. Она же собака. Она не понимает. У нее рефлексы работы, начинает гавкать. Точно так же и человек, который в невежестве, он как животное себя ведет. Ему хочется этого. Ну, дайте ему этого. Хочется того, дайте того. Если собака хочет какать, вы можете ей запретить? Нет? Надо везти на улицу, чтобы она какала. Точно так же пьяный человек. Если он писать хочет, надо ему быстрее везти его писать, иначе он написит в кровати. Такова философия. Невежественный человек, к нему требуются отношения определенные. Но надо быть счастливым, общаясь с ним. Так же, как ведь собаку уже добровольно заводите, она тоже невежественная. Если вы мужа без мозгов заводите, знайте, что он будет вести себя как собака. Все нормально. Ведь от собаки нет проблем, если он на подушку накакал, ничего страшного, она собака. А муж на подушку накакал. Это проблема? Ну он же ведет себя как собака, но какие проблемы? Ну накакал, ничего страшного. Надо понять эту идею. Невежественный человек требует определенного понимания к себе. Страстный другого понимания, благостный другого. Это очень трудно понять. Люди же на разных уровнях сознания находятся. Надо понять это. Бескорыстному человеку легко понять. Однако же, если человек корыстен, он думает, почему мне такой муж достался? Это уже другой вопрос, почему. Надо это изучать, это закон кармы. Но человек не может изучать, он жадность душит его. Он думает, почему, почему судьба не дала мне денег, почему мне муж такой достался? Он всю жизнь думает об этом, означает, что жадность душит. Жадность душит. Освободитесь от этой жадности и скажите, нормально, мне такой муж достался по судьбе. Могу я в этой ситуации быть счастливой? Веды говорят, да. В этом вся интересная ситуация, интересная ситуация. Веды говорят, да. Даже если муж как собака ползает по квартире, пьяница, совсем уже все, ничего не соображает. Какает под себя, писает под себя, все. Пьяница натуральное животное стала, стал натуральным животным. Можно в этой ситуации быть счастливым? Да, Веды говорят. Для этого надо понять свою ситуацию, что тебе по карме положен такой человек. Относиться к нему в соответствии с его уровнем сознания. Ну почему ты не можешь понять? А потому что он не может понять. Потому что у него такой уровень сознания. Все. Почему ты меня не любишь? А потому что он не может любить, потому что у него такой уровень сознания. Надо просто жить с таким человеком, желать ему счастья. Животное оно тоже не может любить. Оно животное. Если мясо даешь, оно любит, не даешь, не любит. Все, оно животное. Очень трудно понять эту идею. Человек ждет от другого человека чего-то большего, означает жадность. Ты начни для него жить, и ты будешь счастлив. Выполни перед ним все, что ты должен выполнить. Однако же человек, выполняя перед другим свои обязанности, не значит, что он туда все свои силы отдает. И часть, она же бесконечная. Ты ему выполнил перед ним свои обязанности, он доволен. И дальше у тебя весь день желать всем счастья, испытывать счастье. Ты обижен на судьбу? Нет, потому что знаешь, тебе покармить такой человек положен. Все. Очень трудно понять это человеку, который испытывает обиду на судьбу. Однако испытание обиды на судьбу означает присутствие жадности. Надо освободиться от этой идеи и сказать, я виновата сама в своих проблемах. В прошлой жизни я была такой-таким же пьяницей, наверное. Чаще всего так и бывает. И поэтому в этой жизни я получила эту жизнь такую. Но счастливым быть можно. Для этого нужно перестать обижаться на судьбу, выполнять свои обязанности перед этим человеком. И освобождается очень много возможностей жить. Можно сделать столько всего. Дальше. Жадность Богу к чему приводит? У меня вопрос задается, а к чему приводит жадность Богу? Приводит к тому, что человек приобретает качество Бога. Если человек жадный, жадность испытывает к алкоголику, он перенимает качество, от него становится алкоголиком. Если человек привязывается к наркоману, становится наркоманом. Если он привязывается к проститутке, становится проституткой. Или проститутом. Такого термина нет. Так или иначе, с кем человек имеет отношение, таким он становится. Он перенимает. Общаясь со святым человеком, человек становится святым. Если он привязывается к Богу, он становится божественным. Личностью необыкновенных качеств характера. Так говорят веды. Можно ли это чувство напрячь жадность к Богу? И Бога напрячь. Можно ли святого человека напрячь? Вот вопрос у меня к вам. Святого человека можно напрячь, нет? А как вы его напряжете? Ему ничего не надо. Он скажет, я тебя сейчас напрягу. Я тебя без еды оставлю. Он говорит, так, значит пришло время совершать аскезы. Сядет, будет молиться Богу. Ну классно, спасибо тебе, скажет. У меня как раз не было сил самому отказаться от пищи, а ты мне помог. Я готов тебя любить за это очень сильно. Он скажет, ну хорошо, я тогда тебе сейчас не дам возможность сидеть. Он скажет, здорово, я теперь буду учить молиться на ходу, учиться. Молиться буду идти, молиться теперь буду учиться. На самом деле были желающие напрячь святого человека. Знаете, сколько таких желающих было? Я знаю, когда, если вы почитаете жизнь святых людей, вы увидите, желающих было очень много. Они пытаются святого человека как-то вывести из себя, там, бросают его в яму со змеями. А он бескорыстный, понимаете? Он желает счастья змеям. Желать счастья змеям очень трудно, для этого надо быть бескорыстным человеком. Если человек желает счастья змеям, они могут его укусить, потому что они его любят. Змея змею не кусает, они чувствуют его как своего. Они лазят по нему, но не кусают. Признак святости. Как проверить, что человек святой? Змея не кусает, тигр не ест. Значит, он бескорыстен абсолютно, тигр не может быть испыт... Тигр не испытывает голод. Голодный тигр в виде святого человека, святой человек излучает удовлетворение, счастье. Тигр в виде удовлетворения, святом человек перестает его есть. Я вам придумал это или нет? Возьмите жития святых, почитайте. Ноги святые бросают в яму с тигром, он не это, его тигр. Сергий Радонежский дружил с медведем с голодным. Знаете, что такое голодный медведь? Разорвет в одну секунду. Голодный медведь помогал ему бревна носить, чтобы тот строил дом. Он рядом с ним жил несколько лет, Сергий Радонежский. У него не было, он был отшельником, никого не было. Он жил рядом с ним, с медведем. Медведь с удовольствием носил бревна на своем горбу, для того, чтобы он тут строил дом. Лишь бы общаться с этим человеком, ему нравилось рядом с ним быть. Почему, думаете, пьяница не будет счастлив? С такой женой святой жить рядом? Проблема лишь в том, что не всякая жена может быть святой. В этом проблема. Итак, тем более Бога напрячь невозможно, понимаете? Если святого человека, который думает о Боге, напрячь невозможно. Как же Бога-то напрячь? Бога тем более не напряжешь. Да? Да? Ну вот, слава Богу. Так. Это ваше мнение такое? Или Вы основываете знакомые источники? Это веды предлагают. Имейте в виду, что это не я предлагаю, это предлагают веды. Веды означают мнение тысяч мудрецов. Ну, называю ведой или политическая психология. Я говорю мнение тысяч мудрецов. Я не говорю свое мнение сейчас. Имейте в виду это. То, о чем я сейчас говорю, это мнение многих. А? Вопрос к ним? Нет, я сейчас отвечу на Ваш вопрос. Хоть это вопрос к ним, естественно, но я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на Ваш вопрос. Вы правы, действительно, мы все разные. И понимание счастья у нас разное. Это абсолютно правильно сказано. Здесь в этом нет никакого сомнения. У каждого человека понимание счастья разное. И каждый чувствует, что он достигнет счастья с помощью своего метода. Однако веды говорят, что в этом и вся проблема. Потому что, оказывается, не каждый человек, который чувствует, что счастье там, достигает счастья. Что такое знание? Знание – это сила, которая действительно приводит нас к счастью. Однако же человек пользуется знанием всегда с целью достижения счастья. Но он не знает, где истинное знание. В этом вся проблема. Не каждый человек знает. Каждому человеку кажется, что счастье там. Но не каждый человек достигает счастья в результате своего знания. Мы можем проверить это на практике. Просто давайте поразмышляем одну минуту. Смотрите. Один человек считает, что счастье – это изнасиловать девушку. Он получит в результате счастье в своей жизни или нет? Он считает, что это счастье. Он стремится к этому. Его знание таковое. Ему кажется, что в этом и заключается самое настоящее счастье. Что он получит в результате? Давайте будем трезвыми людьми. Ощущение будет. Но счастья не будет. Ощущение будет. Он чувствует, что счастье там. Там ощущение есть. Но результат, что он получает? Небо в клеточку он получает. Дальше. Другой человек чувствует, что счастье находится где? В наркотике. Иммиграция – это долго рассказывать. Но по-простому сейчас. Так он чувствует, что счастье находится в наркотике. Он думает, сейчас я уколюсь и буду счастливым. Результат – деградация сознания, болезни, потерянность в жизни полной. Ну что, разве это неправда? Найдите хоть одного счастливого наркомана. Посмотрите ему в глаза. Ему очень плохо жить. Почему ему так плохо жить? Потому что он не изучал, где находится счастье. Он поддался этому чувству. Чувство есть. Чувство есть. Но счастья нет. Не всякое чувство приводит к счастью. Веды говорят, надо изучать, какое чувство приводит к счастью, какое нет. Мы разобрали всего лишь одно чувство. Чувство жадности к деньгам сегодня. Мы сделали вывод сегодня, что веды говорят, что это к счастью не приводит. Мы не разобрали жадность наркотикам, там иммиграцию, вот сказали. Это другое чувство. Некоторым людям кажется, что счастье там, где нас нет. Поэтому они хотят ехать куда-то и думают, что счастье там будет. Результат какой? Сначала им хорошо, потом становится все хуже и хуже, потом совсем плохо. Есть период определенный. Семь лет. Возьмите любого иммигранта. Через семь лет он начинает сильно страдать. Гораздо сильнее, чем здесь он страдал. Понимаете? Оказывается, само чувство счастья не означает, что будет счастье. Или девушка молодая, допустим, ей 15 лет. Она, у нее сильное половое чувство. Она хочет счастья, и она видит молодого человека, который ей предлагает это счастье прямо сейчас. У нее нет как бы идеи, что это будет страдание какое-то потом. Однако же она, получив это счастье, потом чувствует разочарование. Она понимает, что ее действенность, чистота полностью уничтожены. Это значит, что она не может уже так быть верна своему мужу в будущем, в своей жизни. Она уже будет смотреть на всех подряд, потому что она вкусила не тот плод. Понимаете? Счастье она, у нее было чувство, она почувствовала это счастье. Это результат не отсутствие возможности быть верной женой. Или очень слабая возможность, потому что всегда есть возможность. Она понимает это уже. Она вкусила этот плод нелегальных отношений половых за углом. Понимаете? Мы сейчас не задумываемся об этом. Люди ищут счастье везде. Но веды говорят, разумный человек, прежде чем искать где-то счастье, он должен задуматься, изучать, где есть счастье, а где его нет. Веды говорят, где есть счастье. Мы можем воспользоваться этим знанием и хотя бы проверить этот факт. Если мы не хотим это проверять, ну это уже наши проблемы. Это же не проблемы вед, правильно? Я ответил на ваш вопрос или нет? Мужчина, сзади. Я ответил на ваш вопрос или нет? А я не могу его ответить в частности, потому что вопрос очень большой, обширный, очень глубокий. Счастье, это не обобщенное понятие. Счастье, оно и есть счастье. А? Комфорт не означает счастье. Вы говорите о комфорте, а я говорю о счастье. Нет, счастье не означает душевный комфорт. Счастье не означает душевный комфорт. Что? Вы тогда скажите о своем понятии счастье. Счастье означает любовь. Без любви не бывает счастья. Понимаете, многие люди думают, что счастье означает отсутствие болезней, страданий. Понимаете, есть два понимания счастья. Есть западное представление о счастье, есть восточное. Западное представление о счастье говорят, если у тебя нет болезни, нет страданий, нет проблем сейчас, значит это счастье. Почему это счастье? Это просто отсутствие страданий и все. При чем тут счастье? Это отсутствие страданий, при том, в чем тут счастье? Счастье означает... А на этим и заканчивается. Человек, который не понимает... Наслаждение тоже не означает счастье. А вы когда не получаете счастье? Понимаете? Вам надо разобраться в этих вопросах. Итак, смотрите, счастье означает любовь. Когда человек находится в сильной гармонии с окружающими людьми, он хочет жить для них, он хочет испытывать для них какое-то чувство. Это называется все возрастающим счастьем. Когда человек испытывает комфорт, он постепенно засыпает, потому что делать ему нечего, и счастье его заканчивается в одну секунду. Веды говорят, что само ощущение отсутствия страданий не означает счастье. Это просто временное избавление от страданий. Точно так же, как человек избавился от зубной боли, он испытывает счастье. Но в этом счастье никакого нет. Это просто избавление от страданий. Веды говорят, что счастье не является инертной какой-то силой. Счастье – это деятельность. Человек, который способен действовать во имя других людей, пытаться дать им любовь, тогда его счастье становится все возрастающим. Если он хочет счастья для себя, он постепенно тухнет. Потому что в этом нет счастья. Ну, человек, допустим, комфортно, он сел на диван, ну сколько там счастья? Раз, готов. Все. Очень вялое счастье. Понимаете? Очень вялое счастье. Вы не сможете со мной согласиться. Знаете почему? Потому что вы не хотите слушать, в этом все проблемы. Вы хотите спорить. Это не даст никакого результата ни для кого. Поэтому мы с вами перестанем сейчас спорить. Давайте всем желать счастья. Сядем прямо. Спасибо вам всем, что вы принимаете участие. На самом деле я люблю, когда действительно кто-то пытается спорить. Это очень важно. Люди сразу возбуждаются и начинают думать, а может все действительно неправильно говорил. Нужно изучать. В этом очень глубокий затрон был вопрос, а действительно ли счастье одно для всех? Или оно бывает разным? Веды говорят, да, счастье одно для всех. Однако же многие люди считают, что оно разное. Веды говорят, вывод-вет, счастье для всех одно. Это способность испытывать огромную любовь. Это означает счастье. Веды говорят, другого счастья нет. Вот, все остальное это приближенное какое-то понятие. Возможность небольшого счастья. Но мы говорим о все возрастающем счастье. Когда человек ест, вот смотрите, у него, когда он кушает, у него счастье возрастает или нет? Уменьшается. Чем больше он ест, тем меньше счастья. Потому что он уже наедается, все. Чем он больше наест, тем меньше счастья. Сначала он ест много счастья. Занимается сексом. Счастье возрастает или уменьшается? Когда человек еще не начал заниматься сексом, это самое большое счастье, когда он овладел своим объектом. Он овладел. Потом дальше, постепенно, счастье становится все меньше и меньше. Потом раз, скончилось. Совсем Во всех этих процессах желание наслаждаться для себя Закономерность одна и та же Счастья сначала много, а потом его становится меньше Когда человек бежит к тому, что за стол сесть Очень много счастья, он думает, сколько я сейчас съем Постепенно оно кончается, он насыщается Раз, кончилось, он наелся, все Больше нет, процесс кончается, понимаете Когда человек пытается удовлетворить себя Этот процесс кончается всегда Он, результатом становится то, что он больше не может продолжать действовать в этом направлении Все, теперь, как говорят веды, есть другой процесс, который все время увеличивается Если человек хочет желать счастья кому-то другому Он хочет желать счастья другим Он может бесконечно наращивать этот процесс И он никогда не кончится Это не даст пресыщения, понимаете В этом заключается чудо С одной стороны, мы видим результат Кончается счастье С другой стороны, мы видим бесконечно нарастающее счастье Вот об этом идет речь Этот оппонент мой прав Что счастье может быть и в том, чтобы испытывать комфорт И в том, чтобы испытывать сексуальное чувство Это тоже счастье Но оно кончается очень быстро, понимаете И никто не говорит, что надо от этого отказаться Я говорю о том, где больше счастья Речь идет о том, где все возрастающее счастье Понимаете? Можно в это не верить, но попробуйте Попробуйте это начать изучать этот вопрос И вы увидите, что это существует Давайте все сядем прямо Будем изучать Можно все изучать, можно только на практике Спасибо вам за вопрос, оппозицию Я желаю всем счастья Спасибо вам за просмотр!